Суровый веб, тот самый подкаст от YouWebDesign из Челябинска. Изучаем UX с помощью Lego. Как можно проводить интервью на позиции Лида? Apple прогнулись под Google. Apple прогнулись под... Погнали. АСМР. Прикольно с мониторингом. Можно кайфовать от собственного голоса. Как бы то до этого было нельзя. Всем привет, с вами подкаст Суровый веб, проект YouWebDesign, выпуск номер 235. На календаре у нас 13 августа. Надо квадратик передвинуть. Давай. 13 августа? Да. Тебя зовут Александр Гончаров, меня зовут Никита Тарасов. Правильно. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем отдых длиною в жизнь. Я надеюсь, никто не отвалился. Хотя, судя по Патреону, который у нас есть, patreon.com.eu, судя по Патреону, наоборот, все привалились. Либо, либо, значит, отступил кризис, либо просто все из последних сил уже нас сделали с тобой иждивенцами, нам донатят, значит, ну, чтобы мы жили, продолжали жить, кушать, какать, спать. Дышать, пукать, да. Дышать, пукать, вот. Это очень радует. То есть мне нравится, что там положительная тенденция сохраняется. Там стонгс, я согласен с тобой. Там стонгс. Посмотрим, конечно, как это будет на следующий месяц. У нас обычно, как только месяц заканчивается, начинается глобальный кризис опять на Патреоне, но оно снова потом выравнивается и как бы стонгс. Да, да, в этот раз норм. Первые три числа были прям пессимистичны, а к числу к десятому уже прям все опять выровнялось, и даже там плюсы были некие. Ну вот. А это учитывая, что Патреон кошмарит там всех налогами и так далее, но люди пробиваются сквозь это. И не только люди, я тоже пробиваюсь. Я поставил везде, что у нас мы ничем не торгуем, у нас General Support, а это налогом не облагается, поэтому с Сити Болт. Никаких налогов абсолютно. Но про Патреон мы попозже поговорим, у нас есть такая заметочка, у меня написано Патреон, вот я открылся с слаг. Сейчас надо сказать, что пишите нам на worksobaka.ru, чтобы с нами сотрудничать, например. Ну то есть заказать рекламу, заказать, не знаю, комплименты, ну для кого-нибудь. Поздравления, с днём рождения. От шеф-подкастера. Да, мы же до такого опустились. Может быть, с днём рождения кого-то надо поздравить, может быть, предложение вы хотите с помощью подкаста сделать вашей женщине или мужчине. Ну, кстати, да, да, почему бы и нет. Поэтому worksobaka, почему бы не worksobaka.ru. Я хочу всем сказать, что у нас шестой сезон. Мы в пришёву об этом говорили, что вот этот большой гэп между выпусками, он предваряет выход шестого сезона. Шестой сезон, он офисный. Я не знаю, видно или нет, что я сижу не дома, а сижу в офисе. И мы сейчас пишем, блядь, в светлый день. 11 часов по Челябинску утра. Такое вообще легально. Да, да. Вот. Это как-то даже круто. И, ну, посмотрим, как это скажется на качестве контента. Я думаю, положительно, абсолютно. Кроме того, что у нас гэп был, у нас сейчас новый лэп, получается. Хороший. Ну, типа, как бы закрутили, такие, мааа, едем. Ну, да, да. Поэтому вообще прям как бы присаживайтесь на коленочке к нам, и мы будем двигаться, собственно, к нашим темкам. К каплу, как обычно. Да, я пока, судя до дела, открываю. Смешно, конечно, каплу, я уже и забыл. Мы вчера еще приготовились к подкасту, думали, что будем писать вчера, но не получилось вчера. Вчера пришоу записали. Поэтому у нас теперь даже между пришоу и подкастом гэп. Вот. Теперь лэп, опять же. Но, может быть, это положительно скажется на нашей свежести. Потому что мы, как бы, обычно после пришоу мы уже, хоть и... Мы сейчас вроде типа не разогретые, но, с другой стороны, мы сейчас такие. Нам уже не надо разогреваться в нашем возрасте, мне кажется. Надо уже сразу стартовать. Я согласен. Тут иной раз разогреешься и уже устал. Поэтому надо всовывать, пока суется. Конечно. Дело просто еще в том, что может... Вообще у нас сегодня тема на блиц. И объективно у меня рабочий созвон через два часа. Абсолютно объективно надо работать вообще-то людям. Поэтому у нас как бы блиц-блиц. И я думаю, из-за того, что мы свежие, предположительно, он реально может быть блицовым. И как бы, ну... Это будет концентрат. Это прям... Мы дозняк вам увеличили в шестом сезоне. Вы посмотрите, чтобы у вас толерантность не выработалась снова. Как-то тоже нас по чуть-чуть слушайте, смотрите. Останавливайте нас. Ладно, к Эплу. Мы с тобой, Никита, пока не были. Мы с тобой записывались. Последний выпуск у нас был... Блин, у меня уже нету на календаре с квадратиками июня. Он уже сильно далеко остался. Короче говоря, вот мы писались. И в тот же день был DubDubDC. О, это с того момента у нас новости? Типа 12 июня у нас или когда-то мы записывали. 10, 10 июня. Вот. И, в общем, мы не успели с тобой осветить, так скажем, новинки ПО от яблочной компании уже. С этими журналистскими штампами будем говорить. Из Купертина, что ли? Из Купертина, как говорил мой друг Гоша. Так вот, из Купертины компания анонсировала новое ПО. Вот. А, разумеется, поскольку оно только анонсировано, оно еще не в релизе. То есть релиз будет осенью, как всегда, с новыми девайсами. Вот. Но пока активно тестируются беты. Вот. Я в этом году себе изменил. Я поставил бету на телефон, но на MacBook я не стал ставить бету. Потому что... Что работать надо? Это рабочий инструмент, да. Уже не как в том году вот эти хихоньки да хахоньки не работают, да и хрен с ним. Можно так просто в джире часы списывать. Нет, так больше не подходит. Надо выдавать продукт, так сказать. Поэтому я не стал ставить вот эту macOS 11 Big Sur. Про iOS я буду рассказывать 14. То есть сейчас, ну как бы, я ее пользовал. Я ее щупал. Запустил туда пальцы свои. А вот macOS 11 Big Sur я буду картинки обозревать, грубо говоря. Вот. Но в общем и в целом... Мы не узнаем, это Sur все-таки или... Да, в общем и в целом, если кто-то вышлет мне какой-нибудь хотя бы MacBook Air дерьмовенький, я на него накачу и готов, в принципе, сделать обзор уже непосредственно пощупав. Но пока этого не случится. Хотя на самом деле я работаю с такими инструментами, которые не могут отвалиться. Ну что, браузер отвалится, командная строка? Ты знаешь, всякое бывает. Нет, у тебя-то понятно. Но, например, на подкасте может отвалиться вообще различные вещи. Видишь, подкаст мы только сейчас вот начали на Буки писать. А до этого там год, наверное, полгода писали на компьютере. Там как бы на Windows я точно беты никакие не ставлю. Ну, короче, не знаю. В общем, пока не поставил. Может быть, что-то изменится. Вот. Сам с собой я как бы разговаривал. Но что-то уже даже и сил-то нет. Это же надо что-то там скачивать, ставить. Это, короче, много дел. А и так свободного времени не очень много остается. Поэтому, ладно. iOS 14. Новая iOS. И это как бы... Вот седьмая iOS была революционной в плане дизайна. Это была первая iOS, которая похерила с кевоморфизм и, ну, как бы стала плоской. Вот 14-ая iOS привносит настолько же революционный подход по отношению к предыдущим, как вот седьмая была. Возможно, 21-ая iOS тоже будет. Обратно вернулись к этому? Ну, нет. А в этот раз, конечно, он не столько UI-ный, сколько UX-овый. Вот. То есть, кор-фича iOS 14 — это хоум-скрин, редизайн и виджеты. То есть, у нас весь вот этот наш рабочий стол, он андроидный стал. Напоминаю, у нас громкая тема — Apple прогнулись под Google. И она со смыслом. То есть, это там две составляющих. Первая — это вот этот вот хоум-скрин, редизайн и виджеты. Так. А второе — это, это я забежал вперед, в Safari и на мобилах, и на десктопах наконец-то появится поддержка WebP, гугловского кодека. Угу, угу. Это, кстати, большой шаг для Apple, если вы не знаете. Они заднюю дали причем, это шаг назад, к сожалению. Да, да. Это, не знаю, шаг куда-то, во что-то. Потому что они же как, я не знаю, как что, с какой-нибудь стороной сравнить. Какая-нибудь, как Япония. То есть, они достаточно закрытые, чуваки. Или как, ну, Китай, например. Или как Америка от Китая, например. Или как Северная Корея. Ты должен все азиатские страны просто перечислить, честно, как вы и все. Да, да, кстати, я согласен. Как Россия. Тоже азиатская страна, еще одна. Ну, короче говоря, дело же, видишь, в чем. Казалось бы, ну, нету и нету, да, кодека. Но и Google, они же тоже кошмарят. Они сказали, а 4К у нас может только быть в WebP. Не WebP, это картинки. WebP 9, кодек называется. И все. И на Apple TV 4К в приложении YouTube нету 4К. Например. То есть, ну, как бы в Safari нету 4К. Ты не можешь в YouTube, там его просто нет тупо в списке. Не 4К, не 2К. Там Full HD, это максимально что-то выбираешь. Даже на тех роликах, в которых есть 4К. Но ладно бы, как бы в Safari, да, допустим. Похрену. Хотя кто-то купил iMac 5К. Включает Safari, а там нельзя посмотреть, Сережа, микрофон в 4К, да. Там ты 1080p максимум смотришь. Но Apple TV. Когда ты купил Apple TV, у которой 4К в названии. Ну, то есть, там Apple TV 4, 4К называется он. Много четверок, вот. И там в приложении YouTube нативное ты заходишь, который у тебя прям на кнопке. А там нет 4К тоже. Это провал. Ты думаешь, что, твою мать, гребаный Apple. А это, на самом деле, не гребаный Apple. Это гребаный Google. Это гребаные капиталисты не договорились просто. Вот так это называется. Но теперь, видимо, договорились. Я, кстати, не знаю, это безденежная вот эта вот договоренность изменений. Или кто-то кому-то таки занес. Или я не знаю, как это. Представляешь, Google, кроме того, что они так троллили Apple и не давали 4К, они еще сказали, а у нас он как бы вот по лицензии, вы нам еще и бабки должны, да. Ну, насколько я помню, он открытый. Но это был бы вообще прям супертроллинг, на мой взгляд. Это было бы прям совсем не очень. Но раз открытый, значит, скорее всего, бесплатно взяли. Просто Google-то порадовались, что это немножко как бы выиграешь на их поле, по сути. Ну да. Короче, вот такая история про кодек этот. Это, кстати, ну как бы в последней фиче значится, но все равно это прям отдельный заголовочек на MacRumors, потому что как бы, ну это big deal. Но вернемся к рабочему столу с виджетами. Теперь можно, ну то есть представь, что у нас рабочий стол, это же по сути сетка, grid, да, 4 на там, на 8 или там на 7, в зависимости от того, какой телефон. Вот по этой же сетке можно теперь выставлять виджеты именно интерактивные. То есть виджет, он по сути занимает место как несколько апок. Маленький виджет занимает 4 апки, 2 на 2, как бы квадратик. Средний виджет 2 на 4, то есть занимает целые 2 ряда, получается. И большой виджет, он на полэкрана. К сожалению, в данный момент библиотека виджетов, она ограничивается только виджетами от нативных приложений. Ну всякие там часы, фото, заметки, напоминания, вот это все. Музыка, погода опять же. Но вообще поддержка виджетов, она доступна для сторонних разработчиков. И это, конечно, это хорошо. Third party виджет, так называемые. Я считаю, без них было бы прям, ну, полное говно. Потому что, ну, что вот эти, погода и так далее. Почему вообще бомбанул, да, iOS в свое время? Потому что очень круто был инструментарий для разработчиков сторонних. Вот здесь, я так понимаю, то же самое. Если будут разработчики делать свои классные, крутые виджеты, то эта фича прям бомбанет, все будут юзать и так далее. Я себе вывел виджет элементы питания для того, чтобы видеть, не снимая наушники, не доставая кейс, какой у них заряд, когда я иду их слушаю. Потому что... Я вот даже здесь на скринах вижу батарис вот эти вот, да? Да, да, да. Это прям топ. Вот. Музыку я тоже вывел. Но я его, опять же, вывел просто потестить вместе с погодой. Просто посмотреть, как оно там меняется, что он предлагает. В основном маленький виджет музыка, который просто 2 на 2, а он предлагает последний, как бы, который ты слушал, ну, не плейлиста, ну, что-то, или альбом, или плейлист, или там сингл какой-то. Он тебе его просто предлагает, ты его открываешь, он тебя переводит в музыку. Всё, то есть интерактивность виджета заканчивается тем, что я его могу как бы как ссылку на музыку использовать. Но вообще большой виджет, блин, хоть на вебку показывай, тебе только не знаю, как показать. Большой виджет, он включает несколько в себя позиций, типа там альбомы сразу включить, что-то такое. И там уже каждая, как бы, картиночка, она интерактивная, и ты можешь именно какой-то конкретный альбом сразу отсюда выбрать. Вот. Это удобно, это круто. В погоде, соответственно, ну, то же самое. То есть ты либо там список городов выбрал, либо там, ну, на большом экране ты просто не открывая апку, видишь прогноз на весь день в Челябинске, например, или что-то типа того. Это круто, это удобно. Вот. Кроме прочего, можно теперь апки с рабочего стола скрывать. То есть теперь, когда ты их удаляешь, ты их можешь удалить именно с телефона, а можешь просто скрыть их с рабочего стола. И куда они попадают? Они попадают на специальный самый правый рабочий стол, который называется библиотека приложений. И это, ну, как к сожалению, меня всегда это бесило в андроиде, что там на рабочем столе вообще не все отображается. Что тебе надо зайти в настройки приложения, чтобы увидеть весь список приложений. И то, там типа два места таких было. Было, где просто там что-то приложение, а где именно еще список приложений, откуда их уже только удалять можно непосредственно. Вот. Ну, тут как-то вроде типа они противно сделаны. Тем более, опять же, вот ты когда захочешь на рабочий стол, там у тебя снизу точечки, да, количество рабочих столов. Вот этот скрытый правый рабочий стол, он как точечка не отображается. То есть он только, когда ты на самом правом находишься, еще дальше свайпаешь, он вот тогда появляется. Вот. Это круто. Помнишь, мы с тобой в этом подкасте когда-то обсуждали про там типа не отвлекаться ни на что, там вот это все. И там чувак рассказывал, как очистить рабочий стол. И типа бэджи все скрыть, все нотификации. И заходить в приложение, именно типа заходишь в поиск, пишешь фейс, и там оттуда открываешь фейсбук. Вот тут прям можно реально очистить весь рабочий стол, оставить там два виджета, погоду там, я не знаю, и музыку. А все остальные приложения открывать именно из вот этой библиотеки приложения поиском приложения. То есть это круто. Я, наверное, так и сделаю, когда мне руки дойдут, это все кастомизировать и сделать под себя. Пока как не до этого было. Вот. Если у вас оплачен Apple Arcade, то вот в этой библиотеке приложений всегда есть папочка Apple Arcade, и там показывают новиночки из Apple Arcade. Чтобы ты, опять же, не в App Store заходил там и смотрел, что подвезли, а там прям, ну типа, я не знаю, насколько там алгоритм прям релевантное показывает. Ну типа, из того жанра, что ты любишь. Вот. Но, по крайней мере, он там показывает какие-то. Так что, вот, да. Ну, вроде как удобно. Согласен, согласен. Из тех фич, которые мне прям сильно зашли, опять же, андроидные фичи, когда тебе звонит телефон, у тебя не весь экран блочится на фуллскрин звонок, и ты его не можешь ни свернуть, ничего. Он у тебя аккуратно полосочкой сверху просто всплывает. Ну, просто, они слили это с андроида. Полосочка, как бы, высотой с иконочку одного приложения, и там сразу зеленая и красная трубочка. И ты можешь сразу... Ну, давно пора было это сделать. Да, да. Потому что ты сидишь, как бы, ну, я не знаю, там, в телеге, у тебя важная переписка, очень. Там, в интернете кто-то неправ. И вдруг тебе звонит человек, которого ты брать не хочешь, как бы, и ты на минуту, пока он не бросит трубку, ты блокируешься из важной переписки, и все, ты ничего не можешь сделать. Потому что ты, если сбросишь, то будет палево, что, типа, ты на телефон... А так, а, я не вижу, короче, я не беру. Ты сейчас сам с ним переписываешься в данный момент? Ну, или так даже, да. Короче, в этом отношении, конечно, да. Но вот удобно. Я имею в виду, что мы не то чтобы вас призываем игнорить людей, но просто, ну, бывает момент, когда вот не надо брать трубку и сбрасывать тоже не надо. Ну, это просто незнакомые номера звонят в тот момент, когда ты что-то важное пишешь опять же кому-то. Незнакомых-то можно и сбросить, наверное. Ну, неважно. Короче, вот теперь есть и такая возможность в том числе. Кстати, запрос для Siri тоже. Он не всплывает теперь, черный экран вот с этим шариком снизу. Теперь просто шарик на транспарентном экране. Ну, короче, шарик прямо здесь, в рамках приложения. И то есть он не бесит. Он прям, вот ты сначала ей говоришь, и только потом она тебе уже что-то показывает. Нет такого, что ты случайно зажал кнопку Home долго. Привет всем, у меня старый телефон, у меня все еще есть кнопка Home. Вот, и открылась Siri. Нет, тут как бы он теперь не это... Ну, опять же, пишут, что она умнее в iOS 14. Но это, как обычно, US only, видимо. В России она по-прежнему тупая, как до свидос. Да. Есть теперь режим картинка в картинке. Например, если ты фейстаймишься по видео... Опять же, я не знаю, нужно ли сторонним разработчикам поддержку этого режима отдельно прописывать. В скобочках, конечно, нужно. Потому что, ну, скорее всего, само это ни хрена не будет работать. Это не так работает. Вот. Фейстайм можно, когда ты сворачиваешь, он именно всплывушечкой остается. И ты можешь дальше переписываться по поводу кто-то неправ. Но при этом видеть, ну, лицо того человека, с которым ты созваниваешься по фейстайме. То есть, как бы, такой более smooth experience получать. Это, ну, наверное, круто. YouTube, разумеется, надо оплатить мега-премиум будет, чтобы так сделать. Потому что он так-то, когда сворачиваешь, тебя уже нахрен шлет. А тут еще и чтобы показывал тебе там что-то это. Это, конечно, да. Это я уже вижу, как это премиум фича за 15 долларов в месяц. Так что, вот, да. На самом деле, большой процент изменений коснулся iMessages. Но поскольку я им не пользуюсь, то насрать. Там можно пинить конверсейшены. Вот. Я причем случайно запинил. Я пользуюсь. У нас в Челябинске нет Икеи. Я пользуюсь услугами. Просто есть люди, которые тупо гоняют в Екатеринбург. Забирают заказы у многих людей, гоняют туда, накидывают сверху бабла. Мне привозят его на дом. И я им плачу там плюс 10% от стоимости заказа за их как бы услуги, что они мне довезли из Екатеринбурга до меня. Вот. И у меня есть с ними конверсейшен всегда в iMessage. Потому что, ну, мы смс-ками там переписываем. У них, конечно, есть еще WhatsApp, куда я скидываю им скрины, что я им на карточку скинул деньги. Так. Я надеюсь, нас не слышит налоговая сейчас. Вот. Это друзья мои просто. Зачем мне платить налоги с того, что я друзьям денег даю? Не нужно. И им тоже не нужно. Я же тоже их друг. Так вот. Я запинил случайно эту конверсейшен с Икеей Челябинск. И у них нет ни аватарки, ничего. У меня просто на пол iMessage кругляшок ИК. Потому что Икея... А, не понимаю. Я так думаю, блин, какое говно. И я еще его еле отпинил. Там надо тоже лонг тап сделать, там, из всплывашки выбрать. Короче, пока iMessage для меня до сих пор это просто кусок говна. Но, тем не менее, там уже давно есть хорошие групповые чаты. В них даже уже можно меншнить через собаку. 2К 20-й год. Ну, короче, я не знаю, как это обсуждать. Это смешно. Новые Memoji. Новые здоровья. Новые там какие-то штуки, типа слип-трекинга на Apple Watch. Кстати, это удобно. До этого, сейчас какая там Apple Watch... Блять, WatchOS 7 выходит. Тоже в бете она сейчас. Не пробовал, кстати, на Алине на часы ставить. Там из коробки, наконец-то, слип-трекинг пришел. А, они тоже бету подвозят? Да, они тоже бету подвозят. До этого 6 версий не было нативного слип-трекинга. Представляешь, какой раздоль. Сколько денег заработали разработчики сторонних приложений на слип-трекерах. Теперь из коробки есть слип-трекинг в Apple Watch. Ну и, соответственно, в iOS добавили в здоровье сразу, ну как бы, чек-листы, там смотреть графики, вот это все. То есть, ну, какие-то такие штуки. Вот. В погодах там всякие изменения, типа там есть всякие процентные... Супер прогноз там на следующий час, минута по минуте там. Ну, короче, блин. Из вообще, из того, как я недавно кайфанул с погодой, у нас в Челябинске как-то была гроза, я зашел в аппку, и там переработали грозу, и там прям молнии по всему экрану были. Такое ощущение, что как будто у меня аж экран трескался. Прям как-то контрастно красиво. Прям поверх цифр, поверх всего. Прикольные красивые эффекты были. Вот. Это дороже любых вот таких всяких изменений, какие-то умные погоды. Насрать. Грозу красивую сделайте, уже кайф просто, и все. В Apple-картах там какие-то новые маршруты, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Новая тема, гайды появилась. Это, кстати, судя по всему, US-фича, US-only. Потому что какую-то опиху гайдов, гайды в смысле реально, люди пишут гиды. Типа гиды по ресторанам, там по каким-то, как это, сайтс по-русски. Как по-русски? По местам? Достопримечательностям, да. По достопримечательностям всякие. От Washington Pasts, All Trails, Complex, Timeout Group и других всяких провайдеров, инфы по таким этим. Но они точно по Челябинску пишут. Я думаю, даже по Екатеринбургу еще нету, а по Челябинску уже есть, конечно, да. Вот. Они именно нативные внедрили их в разные приложения, и они там какими-то красивыми виджетами, бла-бла-бла, US-only. Вот. Опять же, всякие там Apple умный дом, все умно. Digital CarPlay, все умно. Короче, это все... Когда-нибудь я куплю себе Mercedes с CarPlay, и я смогу рассказать о том, что там как. О том, как там все тупит, так же, как Siri. Тебе придется по Америке ехать на нем, чтобы рассказать, что там как. Вот, вот, да. Я только хотел сказать. Поэтому дальше всякая фигня нас мало интересует. Именно фигня. Вот. И тут Тим Кук миллиардер такой, ну давай, расскажи мне, что фигня, где-то у меня фигня. Мы в пресс-шоу уже обсуждали, что Тим Кук миллиардером внезапно стал. Внезапно. Никто и не думал. Фил Шиллера выгнал. С Малькинга миллиардером сразу стал. Это он Галкина пришел на передачу, и там отмечал, ну там говорил, что где, и внезапно стал миллиардером. Вот. Там правда уже не Галкин давно, а этот как Дибров к Диброву. Да уже и Диброва скоро. Будет скелет Диброва, как в новом Индиане Джонсу, потому что ему уже миллиард лет, скорее всего, и шоу, и самому Диброву. При всем уважении к Дмитрию, он крутой. Он как ведущий, он крутой. Он достаточно обходительно как-то это все делает, с логом владеет и так далее, но тем не менее. Есть, короче же, менеджер паролей, да, iCloud Passwords, вот этот все. Он теперь более умный, он еще больше всяких подсказок тебе советует, типа, братан, ты этот же пароль используешь тут, тут и тут, это полное говно, давай я тебе в один клик изменю на такой же, только с циферками, с буковками, и будет у тебя вообще кайф. Это интересно, почему бы и нет. Слушай, знаешь такую тему, быстренько тебе прерву? Конечно. Вот когда, допустим, не знаю, у тебя бывает такое по работе или нет, ты демонстрируешь экран своим коллегам. Так. И часто бывает и в браузере, ну, в основном это в браузере, допустим, у тебя браузер помнит всякие твои данные, то есть у меня как бы никаких там суперконфессиональных нет, но просто бесит, что, допустим, ты вводишь что-нибудь в поле ввода, в input, так скажем, все коллеги смотрят, да, в этот момент, а у тебя там твои адреса, там твой там Челябинск, твой там индекс там и так далее. Ты типа только начинаешь что-нибудь вводить, у тебя там типа призаполненное дерьмо. Я знаю такое про имейл и про логин, потому что есть input type password и input type имейл. Или там, нет, input type имейл и input type, ну, там не юзерный, короче, что-то там еще такое есть. И там, да, там сразу сплотит мой имейл домашний, твой подписок. Но здесь, к счастью, я не демонстрирую экран коллегам, поэтому... Мне просто интересно, интересно, есть ли такие, какие-нибудь, скажем так, не знаю, программы или... Уже, знаешь, тебя просто спрашивают, а есть ли вот такая программа, короче, чтобы не демонстрировать? А в инкогнито режиме нету ли? Ну, в инкогнито, конечно, можно, в инкогнито можно. Просто, мне кажется, должна быть надстройка там над какими-нибудь Apple ключами, какими-нибудь Apple, короче, кичейном вот этим всем. Какая-нибудь должна быть фича, нажимаешь, если демонстрация экрана включена, хотя они не знают, с какой проги ты демонстрируешь. Знают, в macOS знают. Там ты прям права выдаешь каждой проги на то, что она демонстрирует экран. Так что там знаю. Все, как бы демонстрируют, не показывать мои личные данные. По Дискорду, по Дискорду. Тим Кук, Тим Кук, давай, у тебя второй миллиард. Я качаю Тим Кук, стопудово в настройках Safari есть такая хрень. Возможно. Там не то, что когда демонстрируют, там, конечно, вручную надо это отключать. Но вручную вдруг ты забудешь. Можешь забыть спокойно. Да, ну, слушай, тогда Тим Кук кушает. Короче, сами найдете, как поставить себе бету iOS 14. Чего мы вас учить будем? Ну, ссылка, уже знаешь, ссылка в описании. Вот да. И поддерживается, начиная с 6S. 6S, такой телефон еще существует. Да. И на нем все еще есть iOS 14. И обновляются прошивки. Это прикольно. Я, естественно, у меня бета только разрешенная стоит. Я именно в таком легальном бета-тестировании. Вот там, естественно, 14 еще не прилетело. Она прилетит, наверное, где-то в сентябре. Ну, нет, нет. Мне кажется, паблик бета есть. Просто там каждый раз на каждую новую iOS, по-моему, надо регаться. На developer.apple.com. Если я не ошибаюсь. Да, может быть. Потому что паблик беты уже точно были. Уже чуть ли не вторая паблик бета. Потому что я вот, ну, я не помню, чтобы я на 13-ю. Но, видимо, я тоже регался на 13-ю. Вот. У меня сейчас 13.6. Я, возможно, наврал. Я, то есть, мне так кажется. Но точнее сказать не могу. Здесь есть скрины дальше. То есть я по всем фичам пробежался. Просто, ну, как бы по тексту MacRumors. А дальше есть скрины всего. Но здесь, опять же, есть вид же Top Stories, которого у меня нет. Потому что у меня не английская Apple учетка. А News вот эти, они работают только на... В US only, короче говоря. При этом там у них есть Apple Plus. Apple News Plus. Опять же, по подписке. И там всякие New Yorker там и так далее. Короче. Washington Post. Смешно, конечно. Платить в 2К20 за газеты. Ты что? Ну, то есть, я, конечно... Ты же за журнал платишь? Да. Он же тебе приходит. Да. Ну, просто блин. Просто блин. Стопки виджетов здесь есть еще. Умные стопки. Вот. И там внутри виджетов ты тоже свайпаешь. Что у тебя как бы, ну, 4 на 4 окошечка занимается. И там внутри него еще 3 виджета. Ну, короче, здесь супер... Ну, как супер? Может быть, в Android это все уже они сидят? У них уже там можно просто хрен вывести и все. Я думаю, так и есть. И свайпом его туда-сюда теребить как бы. Не знаю. Не готов ответить. Но мне вот, как iOS-юзеру, кажется, что это прям прорыв. Причем, ну, кто-то может реально злорадствовать. Типа фу-фу-фу прогнулись под Google. А я буду как типичный Apple Boy говорить. Зато они лучше это, чем Google сделали. Это вот не хреново, а прям вот классно, здорово и да. Ну, будем надеяться. Будем себя этим тешить, пока Тим Кук миллиардер. Да. Бесит, что на MacRumors'е постоянно динамически меняется реклама. Из-за этого кулера крутятся и вообще говно какое-то. Но вот да. Странно. Можно вот блок поставить уже, знаешь. Ну, вот похоже, да. Я, видимо, к этому приду. В какой-то момент меня это доконяет. Здесь просто их миллиард. Здесь ты скроллишь и хоп, прямо. Ты уже настроился скрин какой-то, смотри. Ну, хоп, он подпрыгнул. И уже под ним какие-то немецкие технологии. Массаж мозга. 4D массажные кресла. Как-то просто. Хорошо хоть мозга массаж. Просто у меня нет вообще рекламы. У меня абсолютно белая страница идеальная. Вот как будто лучший сайт в мире. Да, да. Я, конечно, мог режим чтения включать еще. Тоже вариант, кстати говоря. А вот. У меня тоже есть режим чтения. Ну-ка, оп, давай. Я-то сейчас вспомнил. Я же... Мы же с тобой веб-панке. А я на сафари показываюсь. Ну, я 6 сезон. Мы уже не веб-панке. Мы уже фитнес-подкастер. Слушай, мы уже сидим в перстнях там. В этих... В цепочках такие. Ну, чё, давайте высуну. Первую тему 30 минут. А потому что стонг. Созвон рабочий. Потому что стонг. Классика, классика. Давай... Big Sur. Big Sur. Вот в Big Sur, короче говоря, сделали революционно по дизайну. Там все переработали. При этом, опять же, если ты посмотришь на скрины, и ты не сидишь каждый день за macOS, тебе даже... Ты такой, а? Чё? Переработали чё-то? Вот. Потому что выглядит плюс-минус так же. Просто все окна более скруглённые, более прозрачные. То есть я вот сейчас сравниваю. Вот, ну, у меня сейчас здесь Каталина. И сравниваю на Каталине скрины Big Sur. И вот такое же ощущение, как было, когда я там на каком-нибудь, я не знаю, Леопарде сидел. И смотрел на скрины, там, я не знаю, Эль Капитан, Маверикс. Когда-то Маверикс, да, был первый вот этот прозрачный. Вот. То есть ещё менее скевоморфизно, скевоморфно всё сделали. Ещё более градиентно и прозрачно. Всё скруглённое. Но, опять же, самое главное, это то, что тоже виджеты на рабочем столе теперь появились. То, что все изменения вот этих программ, типа, там, карты, iMessage и так далее, всё здесь точно так же есть. Вот. Опять же, паспорт-мониторинг. Вот. Всё, что мы говорили. Мне, как пользователю macOS, пока ещё... Хотя вот я, опять же, съездил, тебе рассказывал, съездил в красный магазин, посмотрел тот самый Asus Zephyrus, который хотел. И какое-то всё-таки тоже говно. Я реально не знаю, какой купить ноутбук. Я любой смотрю, всё говно. Видимо, всё-таки... Осталось посмотреть 13-дюймовый MacBook. Потому что 16-дюймовый я не могу с ним ходить, он огромный. Он огромный, он горячий, он нахрен не всрался. А при этом работает почти так же, как мой двухъядерный вот этот. Я не ощутил того, что там 15 ядер. Хотя там i9 был в том, с которым я гонял. Я не понял, какого хрена, неважно. Осталось попробовать 13-дюймовку новую. И, видимо, это вот то самое. Ничего лучше не придумал никто. Так вот, мне пока... Опять же, не факт, что ты увидишь что-то там по производительности. Да блин, мне бы хотя бы не тормозило всё и нормально работало. Уже как бы я этим буду рад. Вот, потому что... Ещё мне грустно от того, что там за эти бабки нету... Там нету видяхи никакой в тренажке. То есть там опять ты ничего не сможешь ни рендерить. Ну, короче, боль. NVENC, NVIDIA NVENC там нет. Да даже если бы там был Radeon, у них-то нет своей такой штуки. А я имею в виду 16-дюймовых-то есть Radeon. И они всё равно какие-то куски говна. Там люди на полном серьёзе говорят, зато фортик идёт 50 FPS. Чуваки, фортик... Вы купили компьютер за 200 кусков. Фортик 50 FPS. Почему не 120 FPS? Ну, блин. Ладно. Может быть, знаешь, может быть, это какие-то дети тех, кто купил. И они как бы радуются тому, что у папки можно взять быстренько фортик поиграть. Ну, может быть, не знаю. Короче, это плохо. Мне так не нравится. Так вот. Соответственно, мне как пользователю пока что macOS... Так, банан, здесь ты вырежешь. Банан, 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 банан. Мне как пользователю macOS нужно, чтобы Safari ещё круче работал. Здесь опять написано, что он в два раза более батарея эффективный и более быстрый. Угу. Угу. Это топ. Топ. То есть я хоть и пользуюсь для работы даже на macOS Firefox, ну, реально, там, Vue DevTools, там, всякая фигня, ну, в нём классно. В нём классно верстать, в нём классно работать, он хороший. Но контент я потребляю всё ещё в Safari. Я не знаю. Видимо, это уже с корнем только вырвать, как бы, и да. Вот. Но неважно. Короче говоря, будет более быстрый Safari. И будет вот этот первый экран. Помнишь, когда только вышел Яндекс.Браузер, и я кайфовал от того, что там вот этот экран, в нём анимированные обойки всякие есть. Его можно тоже кастомизировать, примерно как хоумскрин в iOS, там, виджеты ставить, топ-сайты всякие, там, Яндекс.Дзен снизу. Вот. Здесь будет что-то подобное. То есть можно тоже будет новое старт-пейдж у Safari с обойкой. Можно ридинг-лист смотреть, типа, список для чтения, который ты скинул, прочитаю позже. А и клаудные табы, типа, что ты на телефоне до этого смотрел, там, снизу можешь тоже выбирать. Короче, очень круто выглядит. Вот. И Apple добавила фичу, которая позволяет портировать практически вон-клик экстеншены из Хрома и Файрфокса. То есть всё, ради чего все люди до этого, да, юзали Хром, многие. Потому что там есть всякие VPN-ы встроенные, там, и так далее. Я имею в виду на macOS. Всё. Вы теперь можете использовать Safari, который battery efficient. Смешно, конечно, да, battery efficient, а какой-нибудь корявый экстеншен портировали, и он у тебя всё равно всю батарею сожрал. Ну, как бы это уже надо более responsible делать такие вещи и не открывать экстеншены, которые корявые. Короче, вот, такие дела. Заредизайненные табы опять с фав-иконками. Я, на самом деле, и в нынешнем Safari тоже всегда включаю фав-иконки, они по дефолту отключены. Потому что, когда у тебя 500 вкладок, как у Сани Ефремова, ты их не можешь в них ориентироваться. Ты в них и так не можешь ориентироваться, но без фав-иконок вообще никак. Поэтому я обязательно... Блин, я стараюсь столько не открывать. Даже не потому, что я такой, знаешь, типа, самый прилежный, занудный чувак, наоборот. Я просто, меня, короче, настолько обескураживает, короче, именно бесит, что я закрываю нахрен лишнее дерьмо просто. Полностью согласен с тобой. Но вот сейчас у нас подкаст, у меня всё равно открыты 10 вкладок. Ну да. Я хотя бы, ну вот между ними хотя бы ориентироваться как-то, и то уже приятнее. Смотри, в macOS есть приложение iPhoto или просто Photos. Photos называется. Так. Я не понимаю, нахрена оно нужно. Там реально... Это ты туда импортируешь фотки, они туда 10 часов импортируются. Потому что он перед... Короче, ты когда туда импортируешь, он сохраняет оригиналы. Причём он их все переименовывает в какие-то хэши. Складывает куда-то там в дальнюю папку, расфасовывает их по миллиарду вложенных папок. Потому что он там на каждый день недели создаёт папку. Короче, там просто досвидос. Потом он перерендер... Перекодирует каждую картинку в пяти размерах. Хранит её в этих пяти размерах везде. Чтобы там, когда у тебя листинг иконок, там у тебя маленькие показывались. Когда ты зашёл, там побольше показалось. И, короче, это всё так медленно тупо работает. И оттуда ещё хрен экспортируешь потом обратно оригинал. Потому что... Может быть... Может быть, это просто для фотографов, на самом деле, приложение? Для фотографов, когда ты оригинал не можешь достать. С RAW файлами он тем более там никак нормально не работает. Короче, это нужно для того, чтобы ты типа с камеры, своей камеры, своей DSLR, с зеркалки скинулся до фотки. Он их все сразу пережал, ужал. И ты достал iPad. У тебя они там тоже в приложении фото уже все, и ты можешь в Facebook выложить. Вот это типа для этого надо. Но просто обычная классическая работа с фото становится просто адом. Поэтому я это приложение никогда не использую. При этом в нём внутри уже есть всякий ретушь. Причём там машин-лёрнинг к нему уже подключен. При идее, если ты супер-казуал, ты из него уже не вылазишь потом. Ну вот, видишь, это для тех, кто супер-казуал. Ну откуда у супер-казуала, когда зеркалка там? Ну просто, ну они же супер-казуалы богатые. Они, видимо, купили, фоткают, и сразу у них при импорте, наверное, уже там какая-нибудь машин-лёрнинг-обработка, и сразу уже классные все фотки, и сразу можно в Facebook выкладывать. Они думают, что это у них Mark III так фоткает, а на самом деле это им всё... Ну да, на самом деле это, во-первых, всё уже у Тим Кука в облаке. У него там тоже и оригиналы лежат, и всё остальное, и уже обработанные варианты. Они на этом ещё обучают, там, какие-то нейронки и так далее. Ну, короче, странное приложение, я им не пользуюсь, и напишите в комментариях, если вы им пользуетесь, как оно вашу жизнь изменило. Потому что я только боль получил в нём. Вот, интересно тоже, да. Так вот, оно переработано, ещё там лучше всё стало. Это приложение, вообще классно. Apple Music тоже чуть-чуть... Блин, секунду, у меня наушники слетели. Я поправлял свою роскошную прическу, и случайно наушники слетели. Так вот, Apple Music переработан. Там теперь вкладку для вас переделали в «Слушайте сейчас», «Listen now». Так. Это как будто в рифму для вас «Слушайте сейчас». Причём только на русском. Так вот, потому что там «For you» и «Listen now» вообще ни хрена не рифмуется. И теперь из неё можно не вылазить из этой вкладки. Потому что там всё, на чё ты подписан, твои суперумные плейлисты, внизу релизы всех артистов, новые релизы, которых ты слушаешь. Ну, короче, я из неё теперь вообще не вылажу. Потому что если ты просто переходишь в Apple Music, там сразу Егор Крид, там вот это всё, и, ну, как бы, это не нужно. Выходишь нахрен оттуда, и всё. Дальше там какие-то собственные плейлисты, медиатека, короче. Я теперь из «Listen now» не вылазю и вам не советую. Очень круто сделано. Это я на телефоне говорю, на macOS просто вся та же история. Вот. Теперь у macOS более умные апдейты. Не как винда. Случайно нажал кнопку «Перезагрузить», и он у тебя всё ставит обновление, и у тебя рабочий день встал на 10 часов. Позже встал теперь. Нет, здесь теперь он всё в фоне подкачивает, только тебе чуть-чуть... Раньше он даже не подкачивал, а теперь подкачивает в фоне. Обновления ещё быстрее стали. Короче, только он тебе скажет иногда. Чувак, я уже вот всё накатил, только нажми кнопочку, минутку, и будешь пользоваться новой осью. Короче, очень умные и быстрые апдейты стали. Ну, круто. Ну, это, кстати, действительно, вообще, в принципе, у операционных систем, это же как-то вот должны уже с этими обновлениями что-то сделать. Я даже больше скажу. То есть, кто не знает, на винде там вообще можно так себе не только, значит, рабочий день. Рабочий день удлинить, допустим, из-за того, что у вас обновление скачивается. Ну, кто не знает. То есть, там можно, конечно, отключить обновление, можно включить обновление только тогда, когда хочешь и так далее. Но просто вот обновление — это какая-то такая хреновина, которая... Знаешь, типа, если ты не знаешь ничего, то ты... Эти обновления, они тебе могут доставить неприятности, скажем так, определённые. Вот с обновлениями надо работать в ОС. Всё правильно делает Тим Кук. Нельзя миллиардер, я считаю. Да слушай, я буду защищать майков, они тоже правильно делают, у них лучше стало. Уже реально нету... Ну, то есть, вот те шутки, которые я сказал, конечно, оно актуально для мажорных апдейтов. Но в настройках по дефолту стоит, что мажорные апдейты вообще не ставить никогда. Ну, типа, там реально... Я вот каждый раз их включаю, иду в настройки, включаю, чтобы прям... Он мне их предлагал, навязывал и так далее. Ну, просто я люблю апдейты. Вот. То есть, там как-то всё... Да, я люблю уже задержать свой рабочий день на 10 часов. Вот, да. Поэтому вот, мне Blizzard написали, что на PTR доступен бета-тест при патче, и я могу в нём поучаствовать. Ну, всё, заканчиваем. Я считаю, да. Оставшиеся полтора часа до рабочего созвона можно потратить с пользой, наконец-то. Ну, вот. Такие изменения нас коснутся в Big Suri. Ну, тут, опять же, все иконки... Вот сейчас они на доке просто висят, например. Ну, вот, зрители видят, слушатели, просто вспомните свой док. Вот. А Никита, просто представь. Я могу себе представить. Иконки висят. Даже те, которые, например, просто iMessage, там облачко висит, причём даже без обводочки. Оно реально просто висит. Тут теперь каждая иконка, как на iOS, заключена в квадратик вот этот скруглённый. Вот. И они, ну, более выдаются. Причём, я тебе больше скажу, иконки, месседжи и FaceTime, они стали такими же, как на телефоне. Они зелёненькие с беленьким. Вот. Потому что сейчас iMessage именно в macOS, они там синие с белым облачко. Вообще никак, ни по консистенции, ни по гайдам, никак. А тут уже теперь они все именно как на iOS. И это... Мы с тобой всегда говорим о том, что они совмещают, да, эти две операционные системы. Я думаю, у них в ГИТе, в их, там просто билд. Ты жмёшь билд iOS, билд macOS из одного и того же репозитория. Вот. А теперь это прям видно уже ещё больше, потому что, ну, все иконки прям практически один в один, как на телефоне. Там, я думаю, даже не то, что билд, там просто мёрджут. iOS прям в macOS туда, с ветку, смёрдживают и, короче, вот на. Вот, да, потом, не знаю, как выкатывали, да, насрать. Одни и те же 50 гигов и туда, и туда заливаем просто и всё. Кстати, по поводу, я сейчас вспомню, по поводу остановления рабочего дня на 10 часов. Не то, чтобы там, где я работал вот до этого в офисе, не то, чтобы мы там были какие-то разгильдяи сильные. Но у нас при выходе как раз-таки, это просто всё, я продолжаю к тому, что вышла новая, там выйдет новая Big Sur и так далее. Просто, вот у нас, допустим, в кабинете в большом у многих были Mac'и, Mac Mini, кто-то сидел, кто-то на MacBook'ах. И в тот день, когда выходит и можно обновиться, у нас просто первые, там, два часа идёт обсуждение обсасывания интерфейса, чё кто увидел, чё там, кто новое, кто поставил, там, ну, короче. Это просто прикольно для тех, кто в Apple, так скажем, среде есть. Вот, они балдеют даже с маленьких самых обновлений, как обычно. Фанбой, Тим Кук миллиардер. Но, тем не менее, вот там, где чуваки балдеют, там прям балдение налицо. Ну, да. Мне, то есть, я считаю, что практически любые вот эти изменения и в iOS, и в macOS, которые мы сегодня обсудили, они не деструктивные, они всё-таки прогрессивные, какие-то классные. Я тоже вот смотрю дальше, уже углублённые скрины, там, того, что уведомления теперь как в iOS группируются. То есть, уведомления от одного приложения, они в стопочке находятся. Не как раньше, каждое сообщение в телеге у тебя отдельным большим поп-апом, и у тебя их в итоге, там, миллиард этих нотификаций. Здесь всё такое прям уже консистентное. Ну, то есть, а зачем каждый раз, ну, так сказать, переключаться с iOS на macOS, когда ты переключаешься, у тебя, ну, разное восприятие. Тут оно реально выглядит плюс-минус одинаково, и, а, ну, какая разница? Тем более, они же, майки скоро будут на ARM-архитектуре. Они же собственные процы, представляете? Это тоже, кстати, я не помню, это на DubDubDC сказали, или там что-то просто между делом как-то. Но мы с тобой это тоже не обсуждали, но мы и не будем, чтобы не затягивать формат. Вот, но тем не менее, тут уже и архитектура будет практически как на телефонах, поэтому в натуре в одну ветку мерджат просто и всё. Вот, ну вот мы обсудили с тобой новинки от Apple. Пишите в комментариях, у кого, кто хейтер. Потому что, ну, если вы сейчас себе тоже напишите, а, да, классно, а, облизываюсь. Это не так, ну, это будет хорошо только миллиардеру. А нам, я хочу конфликт, я хочу, кто увидел в этом плохое. Ну, кроме очевидного, фу, всё слезали опять с андроидов. Кроме очевидного нейрона-инсомниуса, который просто Apple говно напишет. Ну, пусть бы хоть чуть-чуть как-то обоснованно это было. Я хочу увидеть соринку в глазу Тима Кука. Я пока только бревно у него вижу. Вот, а хочу соринку увидеть, наконец-то. Ну, хорошо, ладно, ладно. Посмотрим на соринку. Напишите про соринку обязательно. Давай. Можете писать в комментариях соринка двоеточие, и мы будем понимать, что это. По дудю, к прикреплённому обязательно комментарию пишите свои соринки, мы потом обновляем. У нас там тысяча комментариев, естественно, разумеется. Да, так же, как у него. К сожалению, мы превысили YouTube в 65 тысяч комментариев, integer тип, но вы как бы, мы переприкрепляем там вот это всё. Короче, да, мы, пишите, мы найдём соринки ваши. Давай, идём дальше. Слушай, у нас редко такое бывает. Я бы сказал, у нас практически никогда такое не бывает, когда мы рекомендуем YouTube-каналы. Вот мы сейчас с тобой на YouTube. Кто-то нас, может быть, слушает в iTunes, но тоже примите к сведению. Но мы на YouTube тоже ролики с нашими подкастами выпускаем, соответственно. Вот, и редко такое бывает, мы рекомендуем YouTube-каналы. Вот в этот раз мы хотим порекомендовать реально полезную вещь. Реально полезную вещь. Канал Фариды Рословец. Не надо к ней как вещи относиться, она крутая, да. Это обязательно. Вот, Фариды Рословец, youtube.com.au Но у нас будет ссылка в описании, поэтому вы смотрите. Там и телеграм-канал в том числе есть. Да, да, ссылка будет и на YouTube, и на её телегу, потому что там разный контент. Да, я зачитаю, как нам написали, а потом я расскажу вообще, что я увидел. Написано, что продюсер онлайн-курсов для IT-специалистов с опытом спродюсировала первые на российском рынке курсы в треке архитектура, высокие нагрузки, кубер, РПА, Cisco, CCNA в онлайн, курсы по инфраструктуре, в скобочах мониторинг, Linux, виртуализация, cloud solution architecture и AVS. Вот такие вот страшные слова. Я половину не понял, поэтому... Ну, наши подписчики, я думаю, все бы они поняли. Они, возможно, за тебя продолжили бы список, потому что кто-то уже наверняка на Фариду подписан и видел, что она там выкладывала про... Как она учит английский и все такое, это круто. Вот, я что... Я, короче, на этом канале забалдел, во-первых, захожу, хрен с ним, ну, хрен с ним, что я не знаю, допустим. Там, мне вообще AVS, это для меня, ну, я был там в панели AVS один раз, заходил, качал там... Заглянул, испугался, ты имеешь в виду, как в машину фан Неймана. Да, то есть для меня это как бы темный лес. Но, кстати, здесь про AVS я, собственно, и не нашел. И там спикеры некоторые просто про AVS в том числе говорят, поэтому, да. Вот, да, да, вот спикеры, там есть интервью, и что самое классное? Я такой, оп, создатель World of Tanks. Я такой, нажимаю, начинаю смотреть, и там реально прикольные вещи в интервью говорятся. И вообще, она классно делает интервью, то есть супер классный канал. Есть короткие ролики всякие, типа, знаете, вот у нас, короче, есть ролики, там, знаешь, как его дизайн учат английский. И там ролик, ну, типа, наш подкаст классический на два часа. Да, 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 да. Вот, тут, слава богу, не так, для тех, кто хотел коротенько. Да, тем более, просто приятно. Послушайте, тем более, нельзя не посмотреть канал и не подписаться на канал, где человек, который его ведет, зовет себя Фаречка. По-моему, это очень мило. Я когда нажал, такой, Фаречка, ну, короче. Я тоже подписался, естественно, потому что, ну, блин, никак. Смотрите, короче, заходите в ссылки. Ты что-нибудь скажешь по этому? Да, я жду, просто не перебиваю. Во-первых, я подписался от Ювеб Дизайна. Это, считаю, даже более престижно будет, чем от Александра Гончарова. Во-вторых, ты же сам понимаешь, что мы-то здесь все космонавты. А Фаречка, она не так далека, между прочим, от космоса. Потому что она, во-первых, у троих ребят из науки взяла интервью, и они в том числе рассказывают про космическую отрасль. Это круто. То есть это не только для, опять же, бедный АВС. Не только про АВС. И, опять же, и типизацию. Но еще и в том числе про науку. Я считаю, это хорошая разбавка. Да, да, я согласен. Про космос, так я тебе больше скажу. Ну-ка. Она же училась на чем-то связанном с космической отраслью. Ну, я не помню точно. То есть я не хочу просто без, как это сказать, инженер космической отрасли. Ну, то есть, да. Понимаешь, то есть она непосредственно может договориться с такими чуваками, чтобы взять у них интервью. А это, соответственно, контент. Ну, понятно, да. Где ты еще посмотришь про космос? Вот из реальных чуваков. Не знаешь, не вот у этого Джо Рогана. Фу. С Илоном Маском. Конечно. Что там? Вот. А тут нормальный интервью. Это контент, что ли? Они там не по делу. Так ты видел Илона Маска? Ну, конечно, я видел, да. Ну, вот. А тут квантовый компьютер и блокчейн. Это тебе не френ собачий. Вот. Вот именно. Machine learning, как у... Как у Тима Кука, опять же. Да, короче, я вам всем еще раз говорю о том, что в описании у нас есть ссылки на каналы Фарички на YouTube и на Telegram. Обязательно подпишитесь. Просто кайфанить из того, что можно не только нас с Никитой слушать про науку и про IT, но и еще и других представителей индустрии. Тем более здесь в футболке хуй на обложке канала. Вот это, кстати, я тоже заметил. Это тем более. Это сразу настраивает положительно. Это подкупает, конечно. 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 Это не то, что ты, знаешь, зашел какую-то сухую посмотреть информацию. Это классно. Классно. Обязательно подписывайтесь, чуваки. Все ссылки есть в описании. Пойдем дальше. У нас тема про российского энтузиаста и про тамагочи. Короче, я открыл на vc.ru. На хабре я даже не осилил, потому что там АВС полный. Для меня. Закрывай. У меня просто обе открыли на всякий случай. Закрывай. Все. Российский энтузиаст за три часа собрал на Kickstarter 300 тысяч баксов на тамагочи для хакеров. Это в пять раз больше его плана, кстати, было. Не в смысле плана, который он взял перед тем. Да. Да, а именно вот. В общем, что мы имеем? Есть некий девайс Flipper Zero, который может анализировать безопасность беспроводных устройств, подключаться и управлять системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами интернета вещей, в кавычках, разумеется. Например, телевизорами и кондиционерами, домофонными ключами, сигнализациями, дверными звонками. Идея Flipper Zero – объединить все аппаратные средства для взлома на ходу. И, короче, там такой девайс, реально, вот если вы видите, который будет, он как бы на Kickstarter пока, как я понимаю. Да, слушатели просто представьте, зрители посмотрите, там какая-то практически портативная консолька типа вот этой электроники, которая была с волком и зайцами. Вот, только тут крестовина, кнопка посередине крестовины и еще там пару кнопок с боков и экранчик. Экранчик прям такой монохромный и это, конечно, отдельный кайф для любителей олдскульной электроники. Продолжайте. Да, я с тобой согласен. Код устройства открыт, если что. Flipper Zero совместим с платформой Arduino IDE, если для кого-то это что-то говорит. Для мультитула можно писать свои программы и плагины через открытый SDK и загружать чужие. Короче, это такая прям, ну, открытая система, если что, то есть с ней можно работать максимально. Что же мы имеем здесь? Устройство выполнено в 4Factory, там агочи как-то искал. Внутри живет кибердельфин, то есть специально команда там, этот чувак, который сделал, и там арт-директорка была, она сделала вот этого дельфина. То есть тут, короче, тут как бы смесь из нескольких чуваков. То есть это не то, что из какого-то мультфильма даже? Это именно... Да, это специально, специально сделано. Конечно. Вот, значит, я только до конца не понял, какого хрена. То есть мы что? Мы должны, короче, как я понял, что я понял? Мы должны что-то взламывать или наоборот проверять, ну, как бы взламывая, проверять безопасность каких-либо там устройств, например, для того, чтобы ваш вот этот дельфин в тамагочи как бы с вами общался, жил и что-то делал. Тем самым мы как бы себя подстегиваем проверять безопасность тамагочи для хакера. Либо, ну, не проверять безопасность, а наоборот что-то хакать. Как я понял. Тебя вот это чем привлекло? Аж почему ты вообще зацепился за эту тему? У нас в нашем большом чатике все сидели с большими очень сильными эрекциями по этому поводу. И там именно практически как спят девчонки спят, а как спят пацаны, они как нахуй не смотрят, сколько на кикстартере собрал флиппер зиру. То есть там очень сильно прям все сидели... И они еще называют этого чувака Паша, как будто они все с ним из одного подъезда. А, Паша, он сейчас если миллион еще соберет, он там еще... Ну, ты же помнишь на кикстартере, когда ты сверх нормы собираешь, там еще голы добавляют, а тогда я еще это добавлю, а тогда я еще это добавлю, чтобы подстегнуть. Вот, и тут типа, а, он еще вот это добавит, а, о, а, м. И я такой думаю, что такое, как-то, что за бред? То ли они... Причем все так говорят, Паша, Паша, как будто... Ну, это, знаешь, как будто это ситник какой-нибудь условный, которого все знают по фронтенду миллион лет. И он тут ушел... Или кто? Или Дуров, говорит. Ну, или Дуров, или там Дэн Абрамов. Ну, Дуров это как бы сильно, ну, то есть, хотя его тоже Пашей как раз все называют. Но я имею в виду, что тут как будто прям из наших кто-то. За Дуровым никто не так следят у нас в большом чатике, как за всякими вот, ну, людьми из фронтенда там, да? Вот. И тут как будто вот кто-то из них перешел в железки, и там какое-то что-то суперинновационное. Ну, короче, блин, все сильно с этого и кайфанули. И я вместо того, чтобы просто посидеть и самому разобраться, что это такое, я решил это в подкаст включить, чтобы мы как бы об этом обсудили, и да. Я только не понимаю, ну, окей, супер-кибер-дельфин. А там будут Паши обновляться, чтобы, ну, он более крутым каким-то становился. Или это именно, ну, вот эти апгрейды, это не главное. Это как бы фигня. И там чуваки, которые уже супер пробитые, они вообще отключат функцию самого тамагочи. Они будут просто там хакать, смотреть, вникать и так далее. То есть для них это будет тупо мультитул для того, чтобы, я не знаю, в офисных зданиях, в туалет проходить, ни паспорт не давая у охранника внизу. Можно купить этот кондиционер по классике, чтобы он когда-нибудь там что-нибудь делал. Да, именно, знаешь, там есть офисное здание, мы только ходили в офис снимали, я видел. А там именно запрограммирован кондиционер так, что он летом работает, а зимой нет. Вот зимой включать кондиционер, что ли? Классно, чтобы дельфин такой... Вот, вот, да. Ну, понимаешь, в чём дело? Это вроде звучит прикольно, но по поводу прошивки. Мне кажется, что такая хреновина, просто у них будет... Раз это открытый код, просто будет вылаживаться в интернет, просто устанавливаешь прошу, когда хочешь. А там, скорее всего, люди, которые вообще это приобретают, они, возможно... Тут два варианта. Либо ты просто с него пулинки сдуваешь и не можешь ничего с ним сделать, либо ты уже можешь такое сделать, что тебе даже прошивки уже новые. Да, либо ты сидишь, сам дописываешь. Там, тем более, раз уже собралось 700 тысяч, то там уже NFC добавили непосредственно, хардвар. Там же платить можно просто в магните. Ты взломал сначала им хрень, что-то дулой зимой, а потом ещё заплатил. Вот да. Короче говоря, Миша. Вот, сделали всё. Я вот сейчас зайду на Flipper Zero One. Как раз... Простите. Миша, почему я Миша сказал? Потому что у него в твите он к какому-то Мише, похоже, обращается. Слушай, тут даже, кстати, продемонстрировано, как он с помощью Flipper Zero поднимает шлагбаум на Kickstarter. Вот у него есть гифочка. Он просто нажимает на кнопку, Flipper Zero посылает какой-то сигнал, и шлагбаум открывается. Блин, здесь ещё Flipper One потом будет. Он чёрный уже, не белый, а чёрный, и там будет ещё больше всякой фигни, там будет уже Wi-Fi. Можно дверь. И Ethernet. Слушай, да слушай, может быть вообще можно ничего не писать? Типа, можно вообще ничего не знать? Ты поэтому так много собрало. Ты типа просто покупаешь херню, а она сама знает, что взламывать. Ну, слушай, это какое-то уже такое бывает вообще в жизни? Ну, вот возможно, я подозреваю, что отчасти так и есть, но хотя здесь я вижу, что здесь досвидос, что нужно делать с этим. Какие-то микросхемы вставлять можно. Короче, вообще какой-то досвидос. Ну, микросхемы вставлять, это если вдруг там не доголят до нового там очередного NFC, то ты уже сам подключишь себе ещё там инфракрасный порт какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое. Вот, почти 3 миллиона уже собрали. Ну, просто реально здесь гифки реально открывают подъезды. Может быть, просто берёшь и открываешь подъезды, если да, то это как бы... Я думаю, нам Бараноч напишет. Бараноч напиши. Он уже, он свой такой сделал. Он просто на Kickstarter не выходил с ним. Так вот именно. У него там круче, чем Дельфин. У него там барран. Он себя туда сделал. И тоже апгрейдит по Киберпанку. То с глазами металлическим. Именно металлическим уже бредить. Металлический глаз. Вот. В гоглах, в гоглах, да. Кстати, инфракрасный порт уже есть, блин, дерьмо. Да тут всё есть, вы мать, триллям уже собрали. Я просто пытаюсь найти после 700 тысяч, когда добавили NFC, добавили ли какой-то ещё этот. Но вообще, да, ты правильно. Здесь написано, что анализатор сигнала. То есть, если рядом с ним кто-то пуф машину, то следующий пуф уже будет твой, грубо говоря. Бórю мать. Так это же надо донатить. Чего мы сидим-то? Согласен. А, ну смотри. Там всё равно. Ты первый раз должен считать домофонный свой ключ, но после этого уже вместо ключа этой фигнёй открывать. И, соответственно, так же с карточкой в офисных зданиях. Ты у кого-то должен опоить кого-то уколами, у него выкрасть ее, считать, а потом уже этой фигней только открывать и все. А, то есть она копирует полностью данную? Да, да, да. Даже вот этот таблеточный домофонный ключ старый, который именно физически надо прикладывать, не подносить, а прямо, чтобы контакт был. Здесь есть контактные площадки для того, чтобы их считать и заэмулировать сразу. Блин, так все-таки это тема. Ну да, тут в том числе вот все токены, помнишь всякие Blizzard токен, Gmail токен, вот это все? Которые именно брелки. Вот здесь его по USB тоже можно эмулировать. Просто в букву воткнул, и как будто у тебя есть все эти токены. Ну, опять же, ты туда его загрузил один раз, и потом уже... То есть это фигня, которая у тебя всегда в кармане, и она тебе заменяет все домофонные ключи от всех твоих съемных квартир, все твои защищенные вот эти токены двухфакторные, вот, инфраред. Это, я так понимаю, телеки включать. Да, да, TV, кондиционеры, вот это все. То есть ты этой же фигней телек включаешь-выключаешь. Ты опять же написал туда прогу, ну там для своего Xiaomi-шного телека, и, ну, забиндил на клавиши, что там ты выбираешь то-то, то-то и то-то. Вот. В том числе инфраред лернинг. Даже прогу не надо писать. Берешь свой пульт, в него пультишь, он запоминает эту команду, и он вместо пульта потом ее же включил. И шам пришел, хоп, запультил, а потом им хоп, и через окно переключаешь каналы. Кстати, да. Ты только сейчас как-то задумался. Просто здесь, кстати говоря, я замечаю, что сам Паша, как настоящий хайкер, хацкер, не дианонится. Вот тут есть описание команды в конце, кто вообще в составе. И сам Паша, не дианонис у него, как бы тут свалила там его какая-то фоточка, что он какой-то, блин, какая-то саранча. Вот. А остальные с фоточками. То есть им как бы ничего не грозит, видимо, в отличие от Паши. Слушай, там еще много пинов сверху, именно, ну, которые втыкать надо. И тоже что-нибудь прошивать, перепрошивать и так далее. Знаешь, я вот из таких штук, у меня две в голову всегда всплывают. Первая, я не знаю, ты видел или нет. Кстати, вот у Сани Бушуева, с которым я офис снимаю, у него есть такая. USB-шная хрень, которая ток меряет. То есть ты втыкаешь в нее USB-провод, и у нее тоже есть USB. А ее втыкаешь уже там, не знаю, в компьютер, куда-то еще. И она меряет, какой ток идет. И это, такую штуку можно использовать, чтобы померить. Ты купил себе 2-амперную зарядку и проверить, она 2-амперная вообще, или они тебе наврали, или типа того. Проверять провода. Вдруг ты какой-нибудь говер... Ты думаешь, у тебя 2-амперник, а у тебя USB-шный провод, задроченный с 2002 года, который столько просто не везет, и он тебе показывает, реально там пол-ампера идет, поэтому у тебя iPhone так долго заряжается по нему. Вот. То есть вот такие штуки. Она... Там тоже экранчик, но у нее, естественно, вот только 2 там функции и все. Вот. Я не знаю, тут такого, конечно, наверное, нет. И вторая, которую я придумал, на макбуках, чтобы ты понимал, можно тоже BIOS перепрошивать. По крайней мере, можно было. Я не знаю, как сейчас. Я откуда в курсе. Вот есть макбуки 14-го года, есть макбуки 15-го года. В макбуках 15-го года добавили... Это уже, конечно, все про динозавров, но тем не менее. Там добавили функцию, что NVMe-шные SSD-шки, вот как у меня стоит, вот эта PCI-экспрессная, с ними нормально в сон уходит. А на 14-х с ними не уходит в сон. И можно с помощью каких-то там супер-девайсов с Алиэкспресса перепрошить 14-й макбук, будто бы это 15-й макбук. И там это будет работать, потому что это чисто софтварная фишка. И там надо прям какой-то отдельный девайс. И там как раз вот такой же девайс с пинами, с хренами. Возможно, с помощью этой можно было бы это сделать, вот, но тем не менее. Нюк, блин, тут просто так много всего можно, что я не представляю. А те, кто еще и разбирается, и вот может реально там Ардуино-хрендуино подключить, то это просто, ну, я чувствую, что с помощью этого девайса многие двери будут открыты. Ну, да, я посмотрел, свыше 700 тысяч нету голов пока. Может, конечно, что-то еще. Хотя, казалось бы, там уже миллионы. Вот именно, да. Может, конечно, что-то еще появится, потому что еще 16 days to go. Вот, но тем не менее. Кстати, тут на 3D принтере уже прототипов много распечатано. То есть, блин, это еще и типа на 3D принтере будет распечатываться, это у всех вообще шишка прям встанет. да, да, да. Ну, подожди, сами же платы не будут распечатываться. Ну, платы, конечно, нет. Хотя, слушай, мы, может быть, с тобой многого не знаем про 3D принтинг. Может быть, там можно же жидкий текстолит залить туда, в это, ну, вроде хотят дома уже с помощью этого строить, так что я думаю, жидкий текстолит тоже можно назвать. Да, 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 поэтому, окей, что, саранча, father of flippers. Идем дальше. У нас дальше, кстати, не менее классная штука, хардварная. Давай, давай, так, следующая тема у нас, это, конечно же, супер хардварная. Вот это, вот это хардварная. Я не знаю, можно ли Flipper Zero взломать, скорее всего, нельзя такую штуку. Вот и попробуйте. Купите Flipper Zero и подпишитесь обязательно на какой-нибудь из планов. Да, сделайте reverse engineering какой-нибудь и его по этому же инфракрасному порту и взломайте. да, вот, значит, на какой-нибудь из планов хостинга Smart Tape. ubizine.ru slash smart tape заходите, там есть реферальная ссылка, сделайте нам приятно, поддержите нас с помощью того, что вы подпишетесь, что вы будете использовать и хостинг, как бы, и вам хорошо, и нам с этого тоже хорошо, соответственно. Поэтому ubizine.ru slash smart tape, что бы сказать еще хорошего про Smart Tape? Smart Tape нас, между прочим, вообще не то чтобы не подводит, то есть вот, ну, сколько у нас не было подкаста, не было слышно, чтобы у нас там что-то упало, там что-то не работало, то есть никаких проблем не было. Даже в период кризиса, в период карантина, когда все, наверное, сидели по домам, а Smart Tape-овцы работали как-то, может быть, удаленно, я не знаю как, но, тем не менее, ничего, никаких происшествий не было, все работало супер стабильно, супер аптайм, да, вообще-то нагрузка выросла на дата-центры по всему миру, потому что все сидят дома, все сидят в интернете, все что-то как-то это, в интернете кто-то не прав, а Smart Tape, ничего, не было никаких перегрузок, все работало, ничего не сгорело, то есть, в принципе, они готовы к любым вашим каким-то форс-мажорным обстоятельствам, кстати, если вдруг вы уже пользователь Smart Tape, но не уверены по нашей рефералке или нет, напишите мне веб-сайне, здесь банан, 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 в телеге, здесь будет веб-сайне, плашечка, напишите мне в телегу свой логин и почту в Smart Tape, потому что мы просто подключаем тех, кто не наш реферал, это можно сделать, мы как бы не Flipper Zero, конечно, для этого используем, но, тем не менее, есть другие технологии, чтобы добавить вашу почту к нам в реферальную программу, это очень круто, таких, кстати, уже было много, кто написал, и реально они не наши рефералы, и мы их подключили, и все заулыбались вместе, и они, и мы. Да, да, мы заулыбались. Да, youbdesign.ru slash smart tape, в описании есть ссылка тоже с нашей реферальной ссылкой, простите, за тавтологию, и будем, будем знакомы, будем помогать друг другу с хостингом. Идем дальше. Дальше у нас с хабра статья обратное интервью, или как вовремя перевернуть доску, или доску. Не знаю, кстати, как правильно, но вот да. Я эту ссылку нашел еще в июле, вот, и я просто, ну, я подписан на хабродайджест, на почту, и там просто она была, а я в тот момент как раз-таки тоже, у меня компания, в которой я работаю, попросила провести несколько интервью, там, ну, на всякие сеньорские позиции, на тот проект, на который меня, возможно, бы перевели. Спойлер, пока не перевели. Может, еще переведут, если на этом проекте не будут дальше продлять, но пока на нынешнем меня продлили, поэтому я подсобеседовал туда людей, они туда пошли, а я сам пока туда еще не пошел. Так вот, мне очень понравился этот опыт собеседования людей, в принципе, он для меня был новый, вот, здесь конкретно автор пишет про собеседование людей на позицию лидов, вот, но... То есть на крутых чуваков? Да, на крутых чуваков, но я считаю, что вот его эта методика обратного интервью, она справедлива не только для лида. Ну, то есть смотри, в чем кратко, ТЛДРочка, чувак, автор говорит о том, что он задает не классические вопросы, типа там, отличие прототипного наследования от класса, в джаваскрипте и вообще в парадигме программирования, но еще и говорит просто, типа, чувак, а вот ты бы на моем месте что у себя спросил? Типа, ну, давай спроектируем обратное интервью, какие бы ты задал вопросы, на что бы ты обратил внимание и все такое. И человек, он по-другому немного раскрывается в этот момент, особенно учитывая, что ты, когда на лиды собеседуешь, тот человек, он тоже должен, ну, как бы, понимать, на каких работников какие задачи распределять и все такое. То есть, это как бы, ну, плюс-минус руководящая должность, поэтому ты должен уметь анализировать людей и так далее. То есть, казалось бы, обратное интервью для лидов это вообще must-have. То есть, они должны уметь тоже проводить как-то интервью, понимать, на что нужно обратить внимание и так далее. Вот. Но я считаю, что это для любого вообще. Нужно давать слово людям. Просто от того, как люди говорят, уже ты можешь очень многое понять в принципе, потому как они потом будут в команде взаимодействовать. Очень редко нужны люди на проект, которые вот чисто у них хард-скиллы, вот прям жесткие. Ты им даешь какую-нибудь задачу, которую обычно кто-то будет делать месяц, они ее сделают за неделю, как бы, и да. Нет, такое редко надо. Нужно хорошее взаимодействие в команде с тестировщиками там, с продукт-овнером. Ну, то есть, нужен именно командный игрок зачастую. Поэтому вот это умение общаться, оно прям до хрена важно. И поэтому я тоже вот задавал такие вопросы, типа, вот что ты считаешь своей самой сильной стороной? Ну, то есть, не напрямую прям спрашивать человека какие-то там жесткие теоретические или практические вопросы, а непосредственно узнать, что бы человек сам о себе сказал. Ну, не полностью прям вот обратное интервью, а вот, ну, какие-то хотя бы пару вопросов. Какие задачи тебе больше всего нравится решать? И то, мне тоже вот такой вопрос нравится, потому что ты сразу видишь, ну, и на будущее в том числе, и вообще, если же, ну, вот что он скажет, то и буду делать. Ты уже видишь отсутствие мотивации человека, и даже если он достаточно компетентен, там много знает что-то еще, скорее всего, он будет меньше полезного выдавать в единицу времени, чем тот человек, который, блин, я вот недавно там такую-то форму сделал, там вот были такие неочевидные синхронные штуки, я там их завернул, там, тут-у-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, как захлебки, что-то начинает рассказывать, вот, это круто, или там, вот, я еще не успел на практике использовать, там, веб-сокеты, но я вот вчера, там, прочитал 15 статей про это, попробовал у себя дома на локалке, там, что-то поднять, сделать, и, блин, вау, вот, вот, когда такое тебе говорят, это уже хороший звоночек того, что даже если сейчас этот человек не знает, в чем разница между промисами и осинка-вейтом, то он это узнает, там, послезавтра, и будет уже это знать стопудово, запомнит это навсегда, и будет там это использовать на практике, поэтому, это, как бы, это хорошее дело задавать такие наводящие, так сказать, вопросы, ты вот вообще, Никита, когда, мне, кстати, вот, никогда особо на собеседованиях не предлагали провести собеседование, но мне очень часто задавали такие вопросы, типа, а вот если сейчас вот все хорошо уже, у тебя уже столько денег, что ты вот свой остров купил, туда уехал, что ты сделаешь, чтобы проект не обвалился, пока ты вот уехал и отдыхаешь на острове, так, вот, я тоже, я там начинал взахлеб рассказать, вот тут я, короче, такого человека поставлю, вот тут я тесты там напишу, здесь я напишу такой CI, чтобы только что-то неправильно, все сразу рухнуло и не собралось, ну, то есть, они именно сказали, что бы ты сделал, чтобы вот, ну, прод оставить, чтобы прод не рухнул, как бы, и проект жил, а ты вот тоже только чуть-чуть его супервазия, вот куда-то там издалека, когда у тебя не всегда там есть интернет и все вот это, вот, то есть, ну, мне задавали такие вопросы, это прямо интересно было прикольно, и здесь, конечно, да, какие-то подобные штуки, вот тебе на собеседованиях было что-то такое нестандартное, или тебе всегда там, какой там инструмент ты для такого тестирования бы использовал? Смотри, смотри, я, короче, во-первых, и был на собеседованиях, и проводил собеседования, вот, как оказалось, проводить собеседование не так уж и легко, вот, особенно, когда у вас несколько сидит чуваков, и вы, допустим, ну, хотите все спросить, каждый нападает на чувака, который собеседуется, соответственно, он там сидит, короче, и пытается всем ответить, и там, выпалить какие-то быстрые слова, вот, и, короче, в общем, как оказалось, собеседование проводить тоже не очень легко, Вот если вы, типа, там, два с двое, допустим, ты сидишь в HR, то как бы HR там задал свои там какие-то три вопроса, там, практически, рассказал, что у нас печеньки в офисе и так далее, а ты уже дальше там развиваешь диалог, спрашиваешь что-то там по специальности, тогда да. А когда у вас там, допустим, трое сидит, там, несколько QA-щиков, ну, в моем случае, там, и менеджер, допустим, то вы, короче, просто наперебой начинаете спрашивать, и, короче, в общем, это получается супер детсад, вот. Вот, и что из такого, из странного спрашивали, из прикольного? Меня, например, спрашивали, ну, QA это, в принципе, такая, знаешь, штука, где спрашивают странные вещи, но, ну, точнее, даже не то чтобы странные, но, скажем так, может быть что-то не по специальности. Например, меня спрашивали, есть ли у меня вредные привычки. А, даже не так. У меня спрашивали, курию ли я, и я сказал, что нет в тот момент, а тот, кто меня спрашивал, оказалось, курил. Но я все равно прошел собеседование, кстати говоря. А как это на работу влияет? Или это просто, опять же, вот, чисто вопрос в сторону? Чисто soft skills, то есть, на самом деле, люди, которые курят, кстати говоря, это зачастую, ну, общительные чуваки. Ну, это как бы сейчас стереотип, и немножко мы не призываем вас курить, тем более. И это, это как бы не сто процентов, знаешь, что все, кто не курит, не общительные, да? Ну, да, это, это не логичное, так сказать, да. Да, но просто курилка, она как бы тебя немножко подбивает на то, чтобы ты общался с чуваками, вот. Это просто заметно. И, короче, есть и всякие тихие чуваки, которые курят по-тихому, но они, как бы, принимают инфу от тех чуваков, которые разговаривают в курилке, скажем так. Ну, конечно, это необязательный вопрос абсолютно на собеседовании, это просто, типа, тупняк. Но мне просто понравилось, что есть, знаешь, это как бы, это еще дополнительно как бы предрасполагает, что ли, как бы, просто собеседование немножко расслабляется. То есть, когда все вопросы не про то, как ты, agile, это что такое там, допустим, да? То есть, вот, или... Я, короче, был еще на собеседовании, знаешь, на каком, где нужно было разговаривать по-английски, во-первых, а у меня с английским, я, короче, очень сильно волновался. И, ну, я, кстати, не прошел, но это предварительно. Но я очень сильно волновался именно перед тем, как я не знал вообще, что будет что-то по-английски, ничего, просто ничего, просто я собеседовался. И чувак такой, а сейчас перейдем на английский, типа, потому что с командой надо будет, там, типа, с некоторыми чуваками на английском разговаривать. И я такой, да я вообще говорю, я не могу ничего, и оказалось, что я могу. То есть, я реально, там, отвечал ему. Ну, видимо, так могу, что не прошел, но это, на самом деле, даже не столько по-английскому, потому что там были технические еще вопросы, которые я не отвечал. Да, я только хотел сказать, да. Вот, да. Но именно про английский я понял, что, короче, можно себя пробовать. У меня очень хорошее впечатление от этого интервью, так скажем, осталось, от этого собеседования. То есть, несмотря на то, что меня там сильно гасили, и английский я не знал, и технические вопросы я не отвечал, но как-то было так хорошо, короче, построено интервью, очень грамотно, что я вышел как-то в приподнятом настроении. То есть, бывает, знаешь, обосранный выходишь с интервью. Блин, да твою мать, там меня так задолбали, блин. Я вообще, я ничего не знаю, чувак душил, сидел там, и так далее. Сразу ответил, что не курю, а закурил после такого интервью. Да-да-да, вот. А и тут положительное, вот. Я, короче, понял, что, во-первых, если ты задаешь вопрос какой-нибудь, вот, это очень важно. Почему положительное? Когда задаешь вопрос какой-нибудь, чувак не может ответить на него, технически особенно. Круто, когда ты сам на него ответишь, ему. Естественно, конечно. Как бы поясняй ему по школе. Вот, потому что если ты просто такой, ну чё, асинка, вейт, чё это такое? А, те так, ну не знаю. А, ну тогда дальше пойдём. Вот так. Да, это отвратительно, конечно, да. Вот так вот, короче, делает. Если ты ему ответишь на это, это как будто вы, как будто ты его учишь. То есть ты его не взял. То есть ты ничего, ты ему просто объясняешь, и может быть в следующий раз, на следующую работу, он ответит на этот асинка вейт и попадёт на неё. То есть ему как бы какой-то шанс даётся, короче. Вот это очень, я считаю, классная тема, просто отвечать на вопросы. Конечно, если ты у него обратное интервью берёшь, типа, чтобы у него спросили, ты, в принципе, в целом потом можешь и спросить у него что-то, если он ничего не может спросить сам у себя. Но тут уже будет понятно, что, в принципе, интервью можно заканчивать. Ну да, да, то есть это, конечно, ну опять же, я бы даже, вот я с одним из тех, с кем я собеседовал, я бы мог сразу уже заканчивать интервью, но я всё равно этого не делал. Потому что когда ты сразу высовываешь, это тоже, ну человек реально сильно обосранный уходит, поэтому тут, да. Тут, правда, когда ты отвечаешь на собственные вопросы, на которые тот человек не ответил, важно не идёшь. Ну ты его, тут вот так надо было, там вот без этого тоже, да. Да, да, да. Надо, конечно, чувство такта некое показывать, но в общем и в целом это прикольно. У нас, кстати, возвращаясь назад, то, что ты сказал, там был я и Чар. И тут, конечно... Это комфортно. Но зато представь, если ты, ну как бы сам не очень уверен в себе, правда, непонятно, почему тебя позвали тогда интервью проводить, но тем не менее, и ты один на один с человеком, и реально, если какие-то паузы, то это вот твои паузы неудобные в разговоре и всё такое. Это, конечно, полный отстой. Ну да, но, с другой стороны, тебе будет понятно, как с чуваком общаться ещё больше. То есть вы, прикинь, практически один на один сидите. Ну да. Да. Ну если ты сам, конечно, некомбинентный чувак, то это уже как бы твои проблемы, что ты пошёл собеседовать. Ну да, ты мог просто отказаться, сказать, я там сегодня у меня диарея, а на самом деле ты сегодня сам пошёл просто учебник читать по джаваскрипту и всё. Вот да. Ну вот, короче, главное, я просто хочу выделить, что мне понравилось, что люди, которые собеседуют, должны отвечать на свои вопросы, поставленные. Когда, чтобы человек, который уходил с интервью, даже с каким-то таким, типа, понятно, что уже не взяли, что он понимал, что ему на всё ответили, что к нему как бы отнеслись нормально, что довели до конца интервью, там не сразу, здравствуйте, вас как зовут? А, ну всё, спасибо, до свидания. Да, да, да. Вам такие не нужны. Это был прям топ, я бы посмотрел прошут, как такое случилось в жизни, но да. Мы такого один раз взяли, там, где я в офисе работал, и вот так вся работа у него такая и была, к сожалению. Ну, да уж. Ну, короче, да, пишите в комментариях, какие у вас курьёзные случаи были на интервью, а мы пойдём дальше. Да, пойдём дальше. У нас дальше, между прочим, между прочим, история Форда. Я очень быстро расскажу. Просто это очень фановая статья, поэтому по ней как бы размазывать не надо, я вам просто освежу, чтобы была такая машина Ford Crown Victoria. И здесь нам на Шазу представлена статья целая про неё, где она вообще использовалась, и кто на ней гонял. Естественно, это полицейский автомобиль, вы видите, если вы смотрите нас на Ютубе, например, что это вот дефолтный полицейский такой копский автомобиль из игр, кино и сериалов. Скажу на секунду. Возможно, кто-то настолько сильный задрот, что для него это название, как это, картинка со звуком. Когда говорят Ford Crown Victoria, и это наш слушатель, он уже сразу представляет... Его повязали вчера в таком, поэтому как бы... Хотя такие винтажные, наверное, их уже нет нигде, но тем не менее. В таких только, знаешь, реконструкция вяжут только на каком-нибудь специальном поле, где Хоббиты ещё мимо проходят рядом. Вот там, короче, реконструируют повязку из Ford Crown Victoria. Потому что Ford Crown Victoria вы могли видеть много где. Конечно, конечно, в основном это GTA. Причём здесь написано 4-5-я часть. Я почему-то думал, что в San Andreas есть. Но в San Andreas, видимо, более старые модели, менее похожие. В San Andreas именно в Los Santos такие были. В Las Venturas были квадратные, там другие какие-то тачки. А в Los Santos были такие. Ну, по крайней мере, я представлял ровно его. Вот я тоже представлял. Может быть, там какая-то чуть-чуть другая модификация. Ну, там, знаешь, не Виктория, а, я не знаю, Елизавета. Но, тем не менее, мне казалось, что прям вот один в один он. И тем более и такси тоже, да. И это реально, короче, Ford, который был сделан там в 80-х, если я не ошибаюсь. Ну, короче, в 90-х он сильно использовался. И был специальный Ford Crown Victoria Interceptor. Именно Копский, так скажем. Ну, прям, прям, вы понимаете. Перехвачка. Короче, почему... Да, перехвачка. Почему, почему вообще именно этот автомобиль, казалось бы, просто какая-то здоровая... Утюг какой-то. Вот. Идеально почему? Как раз идеально почему он утюг? Потому что эта штука могла выдерживать, там, врезание в неё. Она могла сама врезаться в кого хочешь. Делать полицейский разворот, как в GTA. Вот. И, в общем, в принципе, в целом хорошо управлялась, хорошо стояла на четырёх колёсах, как бы это ни звучало. Вот. И вообще, в принципе, если вы сядете в GTA-шке за полицейский Ford Crown Victoria, вы хорошо на нём поедете. Он достаточно быстро разгоняется. Ну, там наверняка у полицейских движки переработаны. Ну, конечно, конечно. Да, да, да. Вот. И, короче, естественно, он использовался не только у полицейских. В такси, например. То есть, жёлтые вот эти кэбы, они тоже Ford Crown Victoria. Нет, смотри, здесь наоборот написали, что в четвёртой и пятых частях роль культовой тачки досталась модели Vapid Stenyer, которая почти неотличима от Crown Victoria. То есть, как раз до четвёртой и пятой был Crown Victoria, как мы с тобой правильно и думали. А в четвёртой и пятой уже был Vapid Stenyer. Но в том, что это тоже Ford, и это просто следующая версия, как бы, и да. Да, да, да. Просто в пятой GTA-шке я помню. Я очень хорошо помню там полицейские машины, потому что я очень много смотрел роликов по GTA-шке пятой RP. Там именно такие, знаешь, уже Chrysler. Вот такие новые. Они такие очень обтекаемые, короче, машины. Ну, я не знаю, там, опять же, разница в GTA-шке. Копы в прериях ездят на разных машинах. Там шерифы, там у них именно уже эти, внедорожники, да. Ну вот, короче. Ну, в общем, Crown Victoria, естественно, если вы видите такую машину, вы сразу вспоминаете, что это копская машина. Если вы видите, то бегите, я могу сказать. Короче, в общем, очень крутая тачка. Я не знаю. Сейчас, наверное, можно себе переделать по приколу. Вот у меня в соседнем дворе, где анонис чуть-чуть, есть чувак, который какой-то старый Ford, наверное, старую американскую машину перекрасил в полис именно. У него, короче, реально полис написано на боку. И я так понимаю, у нас ДПСники за такое не тормозят. У нас нельзя полоски наносить. Если ты полоски себе нанесёшь и мигалку, то ты прям это, уедешь. А если просто по лист написал, я думаю, всем насрать. Можно вместо мигалки мишуру, знаешь, у нас... Да, да, знаю, конечно. Вот, короче, вот мишуру можно нахреначить. А так прикольно, прикольная просто тема. Тебе чем вообще запомнился этот автомобиль? Знаешь, как мигалка правильно это называется? Про блесковый маячок. Про блесковый маячок. Мне нравятся штамповками. У него чёрные, как бы основная часть штамповок чёрная, и вот этот кругляшок блестящий, он вот только по центру. На колёсах я имею в виду. Короче, вот мне штамповки эти прям прикольно нравятся. Вот я по ним её определяю очень сильно. А мне нравятся передние вот эти вот рамы, которые можно бортовать всех. Я понимаю, что она, скорее всего, в комплектацию включена только на интерцепторах, наверное. Ну, её наверняка можно докупить, так сказать. Ну, возможно, да. И на такси себе поставишь. Да, чтобы накопаться же от тех, кто не расплатился. Вот, да. Вот, мне, собственно, нравятся именно штамповки. Но, блин, наверняка это вообще просто совпадение. Ну, то есть, ну, просто такая классная машина, и она настолько хорошо прижилась, что не то, что там какие-то рептилоиды сидели, и по формуле идеального автомобиля вот его сделали, и как бы так и хотели. Просто так получилось. Скорее всего, это, да, это просто совпадение. А смотри, а про блестковый маячок какой тебе больше нравится? Вот в заголовке, в картинке здесь именно отдельное? Нет, это какое-то говно. Я понимаю, что в нём, наверное, шарм, но мне литой больше нравится, просто он, ну, как бы более дефолтный какой-то. А мне знаешь, какое нравится? Когда чувак высовывается с переднего сидения и ставит вот так, знаешь? Ну, это депутаты так делают. Это и ФБР, которые именно одно ведёрко ставят. А у полицейских, у них именно всё-таки красно-бело-синяя. Но тот, который ставит, это, конечно, топ. Да, он, наверное, ещё в прикуриватель втыкается с той стороны, и ты едешь, и у тебя провод вот так перед тобой. Скорее всего, так и есть. Ну, нет, наверное, он его прокидывает под ногами хотя бы, и они уже в жопу врезаются. Ты вот там говорил про врезаются, у меня сразу про трусы ассоциация. Нет, может, он выходит реально прям из салона, просто его скрывают иногда, а иногда прям... Вот именно это движение хочется, знаешь? Ну, да, вот это когда именно ты видишь, что кто-то проехал, и ты вот это одной рукой из-под сидения достаёшь, ставишь на крышу. Я не знаю, у него магнит, наверное, там, чтобы он не слетел с крыши. Ну, да, кстати, да, может, про ИСОСКО тупо. Броки мне не слетают. ИСОСКО, он её тогда слюнявит перед этим, потом только ставит. Вот, ну, короче, круто. У Шазу, кстати, есть ночной режим на сайте. Вот, только он почему-то включается с перезагрузкой страницы. Алло, чуваки, 2К20, джаваскрипт. Дальше у нас темка про наш Патреон. Я сделаю перебивку, да, чтобы ты передохнул между двумя своими говорениями. Патреон.ком.слешки.вебдизайн. Это самый миссионерский способ нас поддержать, самый классический. Можете зайти туда, выбрать какой-нибудь тир себе. Шестой сезон, я вам напоминаю, а это значит, что мы расплатились, так сказать, вами, с вами физическими гудисами. И отправили такие всё, что мы вам были должны за пятый и четвёртый сезоны. Маски, новые стикеры, футболки, пауэрбэнки. Поэтому это круто. Причём, знаешь, что самое смешное? Мы на Патреоне-то же нигде не отразили, за какой тир, какой физический гудис. Да мы похрен, мы просто отсылаем. Пауэрбэнкс, по идее, мы, если бы это отразили, возможно, у нас бы увеличился. Ну, короче, мы, чтобы вы все понимали, в 236 выпуске при шоу будет в видеоформате. Вот. И мы вам на камеру их покажем. У нас один пауэрбэнкс сохранился у Никиты. Я свой героически отправил Ивану Мерзавцеву. Да, ты что-то вообще, ты просто... Вот, мы покажем вам вживую, как это выглядит, и реквизиты, так сказать, по ссылке в описании оставим. То есть, ну, я верю, что вы все возбудитесь, у вас будет эрекция, и будете как бы с нам сразу подписываться, все продлевать, увеличивать, и будет полный стонгс. Даже не ради этого, а ради того, чтобы вам классные гудисы передать, потому что, в общем и в целом, те, кто уже получил, все написали, типа, ааа, вау, супер. Владимир Анохин, например, наш патрон, он мне вообще спросил, что это за футболки, где их заказать, потому что ему очень сильно понравилось качество. И он хочет себе еще таких купить. Вот это да. И я удивлен, на самом деле. Да, поэтому, в общем и в целом, это круто. То есть, это, это, это да. Patreon.com slash webdesign, туда переходите. Может быть, нам надо отразить как-то это постом хотя бы, что, типа, блин, чуваки, физические гудисы отправлены. Ищите у себя там в почтовых ящиках. Можно попросить, можно попросить, короче, у конкретных пользователей, которые нам уже скинули фотки в мерчухе, или там рук с мерчухой, попросить конкретно выложить, можно ли эти фотки, вот. Можно даже не попросить. Не, ну это как-то... Ну ладно, согласен, да, это Дианон. Там, тем более, у них почти везде адрес написан, причем мой. В фотках, ну да. Ну да. Ну вот, хорошо, спасибо. Надо, короче, как-то это осветить. Patreon.com slash webdesign. Там круто. Причем вот это видеопришоу, которое будет доступно, это же тоже из-за Патреона. Мы обещали, что если мы 400 в месяц будем получать там, мы запишем скетч. Ну, будет не скетч, будет видеопришоу. Возможно, это даже круче, чем скетч. Скетч был бы там 10-минутный, а тут будет, ну, ну, хотя бы... 10-секундный. Да. Тут хотя бы, наверное, там 50-40 час, как обычно наше пришло. Может, даже оно будет удлиненное. По Саус Парку большое, длинное и не обрезанное, я не знаю. Но, тем не менее, это круто. Хорошо, пойдем к следующей теме. Погнали. Следующая тема про UX в LEGO интерфейсных панелях, скажем так. И мне почему вообще понравилась эта тема? Я ее тоже встретил, кто-то в Твиттере ретвитил. То есть нам скинули уже в патроновский чат. Спасибо, что скидываете нам темки, кстати говоря, в патроновский чат. Там еще прям самое отборное всякое, да. Вот, да. А тут, короче, я тоже наткнулся и думаю, блин, вау, супер. Во-первых, чё? Во-первых, все мы любим LEGO, скорее всего. Вряд ли здесь кто-то скажет, что фу, LEGO Cal. А на самом деле LEGO какой-нибудь это топ китайская. Да. Нет, конечно. Все скажут, что LEGO это круто. И тем более все вспомнят вот эти действительно нарисованные, нарисованные, я замечу, отпечатанные на самих LEGO детальках панельки. Потому что, потому что я заметил тенденцию, я-то покупаю периодически иногда LEGO новое, и заметил тенденцию, что они любят переносить это все на наклейки. Может быть, это какой-то фан, типа ты можешь потом... Ну, на самом деле, скорее всего, это не фан, это просто сделано, чтобы целую фабрику под эту детальку не перестраивать. Целые принтеры не переделывать, я не знаю. Короче, наклейки почему-то сейчас стали больше класть, а не стали печатать. Перестали печатать вот именно классно на саму детальку. Подожди, подожди, еще раз. Раньше наклейки теперь печатают или наоборот? Нет, раньше печатали. Вот здесь все олскульное какое-то показано. Блин, not stonks тогда. Да, а сейчас почему-то наклейки. И, короче, вот я заметил, вот это плохая тенденция. Я это заметил в наборах. Я прям буду палиться, какие у меня есть наборы. У меня есть набор, короче, этого автомобиля Джокера. Так. Вот, из Бэтмена, соответственно. И у него там какие-то есть панельки в тачке. И, короче, именно их можно было бы отпечатать. Они, правда, не вот на такой приборной панели, которая, как здесь, со скошенным углом. А они именно на маленьких таких плоских штучках, которые прилепляются. И вот там, к сожалению, прилепляются. Или, я не знаю. Короче, очень много все в наклейки ушло. Я понимаю, что и раньше тоже были наклейки. Я не знаю, вот у меня рядом есть, например. Наклейки были. У меня было тоже из 90-х. Были наклейки. Опять же, всякий Лего Полис. И там надпись, типа, Полис, ее все-таки наклейкой наклеиваешь. Но вот именно панели были, да, напечатаны. Вот у меня, допустим, рядом. Я не подготовился, к сожалению. Я бы мог сейчас вытащить какое-нибудь дерьмо. Но у меня рядом, вот если стоит, вы мне дарили из Overwatch'а, Diva, например. У нее вообще все в наклейках. То есть, короче, вообще везде наклейки у нее. То есть у нее нет здесь напечатанных. Но, скорее всего, это и не должны были напечатывать. Потому что они вот такое не печатают. Но просто, короче, я заметил, что мне кажется, что перестали делать вот эти вот интерфейсные панели. Либо делают на каких-то очень дорогих, я не знаю, там надо купить, короче, какой-нибудь супер самолет. Да, вдруг там наборы. Вот Shuttle Кайло Рена я недавно видел. Причем он почему-то дешевле стал. Он там какие-то 9 тысячи стоит. Так ему нахрен нужен Shuttle Кайло? Ну, какая разница? Ну, все равно. Я думал, такие вещи уже не дешевеют. Просто мы были в детском мире, и я вдруг для себя обнаружил, что Lego как тогда стоило несколько тысяч, когда это было ползарплаты, так и сейчас оно стоит несколько тысяч, когда это не ползарплаты. Да, да. Видимо, это из-за того, что на наклейки перешли сразу дешевле все стало. Есть такое. И я тебе серьезно говорю, то есть в детском мире, во-первых, в детском мире дешевле, чем в некоторых специализированных магазинах, я замечаю. Ну, там ассортимент не тот, но да. Ты можешь еще и забыдлить еще больше, конечно, современный не тот. Ты можешь еще больше забыдлить и купить в Ашане. Да, да. Там тоже официальное Lego в целом. Там есть и Lego, конечно. Но там и Lego тоже есть. Короче, перейдем к панелям интерфейса. Если кто-то узнал, особенно Бараныч, я к тебе обращаюсь, у тебя наверняка вообще все в этих интерфейсных панелях дома. Но, тем не менее, короче, это было раньше, я супер балдел, сейчас тоже, скорее всего, есть. И здесь чувак просто разделил, как оказалось, как оказалось, интерфейсные панели в Lego, они тоже как бы разделены на определенные категории. И для определенных, соответственно, устройств, на которых эти панели должны располагаться, они как бы определенно нарисованы. Там определенный рисунок. То есть вот интерфейсные панели. Чувак расположил эти интерфейсные панели по организации и по тому, как есть или нет экранчик на них. И вы можете видеть вот здесь вот на картиночке, то есть есть прям очень организованные, высокоорганизованные панельки, где все прям точно, четко, прям кнопочки за кнопочками. Там вот это флайд-радар. Самый организованный, это именно... Да, 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 да. Есть, где вообще просто хаос какой-то непонятный там и такие НЛОшные панельки. Вот. Есть, где вообще нет никакого экранчика, просто кнопочки, а есть, где типа сильно с экранчиком. Ну вот примерно так он расположил. Оказалось, что... Ну, оказалось, кроме этого, есть еще другие разделения этих экранчиков. Вот, например, короче, можно разделять экранчик... Спустите, я не могу там... Смотри, на той оси, где Organized, по центру есть полицейские, именно из полицейской тачки, где с телефончиком, и где именно, типа, этот враг, или кто это там, ну, разыскивающийся... Разыскивающий чувак, да, да, да. Фоточка. Вот, реально. Кстати, там дальше тоже будет в увеличенном размере именно эта панелечка. А, да. Да, это прикольно. Короче, как можно еще организовать интерфейсы, как в Лего это делают? Оказалось, тут немножко истории. В некоторых самолетах раньше было тупо сделано вообще, в принципе, управление. В принципе, в самолете в старых там такое управление, что это сейчас там на iPad'е нажимаешь кнопку SpaceX, да? А тогда там на 100 тысяч миллионов разных рычагов. Ну да. И чуваки, вместо того, чтобы делать там какой-то определенный рычаг, когда при посадке, его дергать, они дергали рычаг случайно убирания шасси. И, соответственно, просто пузом скребли по низу. Ну, нормальная тема. Вот. Потом, естественно, все переделали. Переделали вид их абсолютно. Вот. Как оказалось, короче, очень важно это тактильное ощущение чувака, управляющего, вот этих вот всех девайсов. И здесь вот как раз нарисованы нам панельки, где тактильно, тактильно понятно, на что ты нажимаешь. То есть вот здесь вот есть три блочика, и самый правый тут конкретно на нем понятно, то ли ты, короче... Тут еще написано, что вообще делают прорезинивание разное у кнопок, что ты прям ощущаешь, насколько там... Ну, да, да, конечно. Да, да, да. Вот. Ну, здесь, в принципе, понятно и так. То ли ты, короче, какой-нибудь там рычаг дергаешь, то ли ты кнопку нажимаешь, то ли еще что-нибудь. Здесь также написано, вот, например, в Фордах, опять же, мы говорили про Форды. Здесь тоже была тупо кнопка, например, запуска двигателя рядом с турбо, вот этим, со спортивным режимом находилась. Вот, ты можешь найти engine и S. И, чуваки, твою мать, вместо того, чтобы на полной скорости нажимать спортивный режим и гнать дальше, случайно нажимали на отключение движка, и ты сам понимаешь, ни к чему хорошему это не приводило. Соответственно, можно разделять интерфейсы на разные кнопки. И так это делается в Лего тоже. То есть можно разделять по размеру, по, как бы, как это сказать, shape, по форме, да, по цвету, по текстуре, опять же, как я и сказал, там, шершавые, рельефные какие-то, по позиции, где она находится, там, справа, слева, сзади, и по, как бы, оперейшену, то есть по тому, как вы обращаетесь с ней. Да, по действию, которую применяешь. То есть открываете крышку, а потом, там, тумблерочек выключаете. То есть это совсем другое вообще, отдельное. И вот, действительно, если посмотреть, то панели интерфейсные у Лего так и разделяются. Вы можете видеть здесь. Короче, по позиционированию, по оперейшен-кодингу, по текстурам, то есть как, вот, короче, по цвету. В общем, Лего все соблюдаются. Они даже... Это кажется, что у Лего лучше сделано, чем в Фордах. Чем в реальной жизни, да. И, короче, естественно, здесь видно, что они не то чтобы слизывают полностью, то есть они не берут, смотрят, как сделано там, а они просто минимизируют, как-то упрощают, но все равно выглядит очень круто. Вот. Ну, тут немножко пропустим. Здесь, кстати, очень классно. Чувак показывает, что ему нравится, как было организовано в советских панелях огромных. Значит, все. То есть именно организация. Вот здесь видно вот эти советские панели, где чуваки сидят за такими огромными какими-то стенами просто, за стенами какой-то электрической хреновины. Видно, как организовано. То есть все как-то по линиям. Ты знаешь, куда примерно это. Но, естественно, он говорит, есть минусы. То есть в такой огромной хреновине непонятно, например, что выключить, чтобы создать смену. Твою мать. Потому что у тебя просто сто линий каких-то этих. И, короче, ну типа... Не, ну если ты не пил на этой смене, то, в принципе, ты должен понять еще разобраться. Not great, not terrible. Делаешь просто и все потом. Ну вот, да. Здесь он тоже показывает, что, опять же, у LEGO тоже есть соединенный интерфейс, как бы в одно. Есть разделенный на кубики интерфейс. Да, да, я вижу. Вот. Это прикольно. Мне нравятся вот эти всякие NLO-шные интерфейсы. Они в натуре какие-то полусоветские, полухаотичные. И сразу видно, что это больше не от нашей какой-то планеты, а от чего-то такого. Ну или просто советских. А почему нет? Да, тоже не с нашей планеты, в принципе, все советские. Так что да. Да, здесь немножко тут у него тоже он отпрыгивает, что есть вот интерфейсы очень понятно разукрашенные, вот как здесь вот. А есть вот всякое очень дерьмо запутанное, непонятное всякое какое. Знаешь, мне что нравится в советских таких панелях и интерфейсах, то, что там на диодных табло русские буквы есть. Да. Это что-то забытое. То, что мы потеряли сейчас с латинскими буквами. Сейчас полностью, конечно, ты не найдешь уже именно в таких международных интерфейсах. Да и в наших тоже уже никто не будет выпускать. В наших уже нет интерфейсов. У нас уже только международные остались. Но это что-то такое, дающее филинг, дающее чувство гордости, когда есть целый панель с русскими буквами. Это было бы круто. Конечно, да. Ну и вот здесь показывается тоже разделение немножко, как еще LEGO разделяет свой интерфейс. Здесь твой любимый телефончик. По технологии, например, иногда разделяют. То есть телефончик это одно, экранчик с видеозаписью, там с брифингом, видимо, я вижу, что здесь коп какой-то, с брифингом, видимо, рядом. А там под копом как будто еще видеокассета какая-то. Да-да-да, вот именно. Да, короче. Ну, в общем, по-разному. По фичам разделяются, по управлению с ними, по юзкейсам, по каким-то, короче, в общем. Прикольно, прикольно. В принципе, в целом, статья интересная. Я удивлен, что... Ну, то есть я, на самом деле, скажем так, не удивлен, с одной стороны, что LEGO заморачиваются, но, с третьей стороны, я удивлен, что они как-то разделяют эти интерфейсы. И вообще всегда... Меня они всегда притягивали в детстве. Вообще вот эти кубики, именно отдельно кубики с управлением, это, блин, всегда классно. Его хочется прям... Хочется самому понажимать эти кнопки. Он еще сам шершавый. Он именно вот это нанесение, печать, она, видимо, чтобы как-то не стиралась, она из-за этого шершавенькая, и от этого тоже ты сразу тактильный кайф получаешь. Это круто, да. Вот, вот. Короче, суперкруто. Спасибо за статью. Окей. Можно, в принципе, в целом и к финальной статье передвигаться? Или ты скажешь еще что-нибудь по интерфейсу? Да, я скажу одно. Я когда сейчас проскролил обратно к заголовку статьи, в хедер-имедже несколько было таких, которых нигде больше он не показывал в самой статье. Удивительно. Почему? Ну, хоть ничего удивительного, но неважно. Короче, круто. То, что заморачивались, тоже круто. Непонятно только... Знаешь, сейчас самое ироничное было бы то, что сейчас показывают, кто это разрабатывал. И там какой-нибудь чувак вообще, которого только стажер его в лего взяли, и он просто там... Как вот он видит, как он в кино видел, в каких-нибудь там «Назад в будущее» или где-то еще там, в «Крепком орешке» видел этот полицейский телефон, любимый. Вот, да. А он просто оттуда тупо срисовывал, ничего не продумывая, как бы, и да. Либо наоборот. Либо там какие-нибудь целые отделы, которые только вот этими кубиками занимался, как бы, и да, чтобы прям, ну, чтобы верилось деткам. И не только деткам. Вот. А мне интересно, почему он не показал наклеечками. Да. Особенно учитывая, что статья-то написана в августе 2020. Сейчас, понимаем, выяснится, что только, короче, в России наклеечки. А-а-а. А у них все еще печатают. А у нас сделано, чтобы удешевление было. Как это, региональные, как в Стиме, региональные коэффициенты или что там? Блин, ну, слушай, у меня на коробках Sweden написано. Да ладно? И Dutch. Sweden для нас льет специально. Я бы, да, для третьего мира Sweden. Тихонечко говорить, да. Это, кстати, по Сереже Мизинцеву. Он часто у себя в подкасте именно шепотом говорит впритык к микрофону, и это прикольно. Так что, да. Я, причем, я не то чтобы осознанно сейчас это сделаю, я слезал. Я просто из-за того, что я сейчас с мониторингом пишу, мне теперь прикольно самому так делать, потому что я сам себе в ушко шепчу, ну, как бы, вот так. Вот. Это про лего было сейчас. Супер. Где он, интересно, их все достал? Вот мне теперь сейчас. Уже фантазировать про бред? Откуда? Да пойди в это, не знаю, попросил его дерзкого мира своего. В каком он стране-то? Вот самое главное. Не знаю, в Суидене. Ну, если в Суиден, то ладно. Не, ну, да только в Инстаграм к нему заходить неохота. Поэтому, да, насрать. У него что-то нету about page'а. А, ну, go UK, что мы тупим? А, ну, это рядом со Суиденом. Ну, да, там переплыть чуть-чуть, и все. Там, да. Короче, дальше у нас статья с Хабра, опять же. Пишите в комментариях, у вас с наклеечками или без наклеечек. Если вдруг вы знаете, откуда у чувака без наклеечек, почему он ничего не написал, напишите. Вдруг, нас же слушают из разных стран, и нам сейчас кто-нибудь скажет из, я не знаю. Кстати, у нас есть в Швеции один патрон. О! Пью-ли-пай! Да, он. Возможно, нам сейчас напишут, вы что, чуваки, у нас все еще без наклеечек, все еще чершавенько, классно. И у нас будет песок сквозь кубики, лего-кубики-мем. Классно. Ну, я согласен. Лучше бы он такое пусть не пишет, если так. Не пусть не травмирует. И мы просто будем через него закупаться, да и все, лего. Так что, это в его интересах, наверное, нам написать. Так вот, идут статья с Хабра о том, про деловых людей. На самом деле, очень коротенькая статья. Я хотел ее всю процитировать. Короченькая, да. Но, блин, что-то мне кажется, я долго буду это читать. Да и это не нужно. У нас здесь не уроки художественного чтения. Короче, чувак, автор, он троллит деловых людей. Вся статья это троллинг. Он здесь пишет, что вот, есть же супер-классные люди, с которыми договорились, а они потом взяли, слились, не предупредили и вообще до свидос. И эти же люди, они как, а, и потом их где-нибудь встречаешь, спрашиваешь, ой, совсем нет времени, нет времени, совсем нет, совсем. Я сразу узнал нас, которые не могли полгода отправить патронам Гудисы и ответить им на письма, что ну не, времени совсем нет, ну как, ну все дело. Вот, вот тут он троллит таких чуваков, вот, и что типа, нельзя просто так взять и договориться о чем-то, надо забронировать переговорку, потом не прийти в это время, потом опять согласовывать, когда будет новое совещание, на этом совещании согласовать о том, о том, когда будет следующее совещание, на котором все-таки уже согласуют финальное, как бы, решение, вот это все. На переговорах надо обязательно использовать всякие умные слова, типа там сегменты B2B, BQQ, Endstock Breeding, Approve и всякое такое, и все сразу такие, о, ну деловой человек, базара нет, куда деваться. Ну и здесь по кольцевой композиции у автора в статье, конечно, в конце он тоже говорит, ну и да, и опять же, конечно, не надо отвечать на письма и говорить, совсем же нет дел, нет, совсем дел, и все такое, то есть тут именно троллинг готов. это как будто, как будто это какой-то камень в огород менеджеров, то есть. Здесь именно даже это про овнеров в основном, то есть здесь именно про самых-самых деловых людей, потому что, ну как бы и в менеджеров тоже, наверное, но у менеджеров, у них работа физически от этого зависит, то есть если они не договорятся в конце концов, говорят, у нас на проекте по шапке получат. А овнеры, тут именно, когда чувак просто хочет что-то предложить, двинуться по какой-нибудь теме, там, что-то такое, и ему вот на такие запросы там не отвечают, ничего, его морозит просто, как бы, и все такое. Вот. То есть это скорее камень в огород овнеров, ну, камень не камень, что я могу сказать, по лебедичу. Я улыбался, я даже пару раз заржал, когда это читал. Улыбнуло. Улыбнуло, да. Автор, пиши еще. Потому что улыбнуло. Вот. И я просто хотел спросить и подискутировать. У тебя, Никита, есть на проекте такие люди без имен, которые, вот, с которыми что-то договорился, и потом все равно не договорился? Или у вас, как бы, из-за того, что продуктовая команда, у вас таких сразу бы убрали, и у вас надо выдавать прям 200% КПД и все такое? Ну, смотри, я тебе так скажу. Я... В нашей сейчас команде нету таких... Просто потому, что у нас, во-первых, не очень... У нас камерная команда. Не в смысле мы в камере сидим? Потому что есть такие, которые... Алло, это Сбербанк. Скажите, пожалуйста, коды ваши. Вот, нет. В смысле у нас не очень много человек. Каждый из них, это как бы отдельный боец, воин. Вот. И даже больше скажу, сами овнеры достаточно вникающие чуваки. И в то время, когда они не спят, ну, то есть, когда они могут быть у компьютера, вот, они там заходят на любые созвоны, на которые надо. Если попросишь что-то объяснить, короче, заходят. То есть, в этом плане всё-таки продукт хочется делать, а особенно им хочется делать продукт. Поэтому они в первую очередь заинтересованы, естественно. Поэтому у них вообще... Скорее, это мы деловые люди по сравнению с ними. Я, наверное, самый деловой людь. Вот. Потому что я, там, как бы в общем часовом поясе всей команды, наверное, раньше всех ухожу с работы, если это можно так назвать. То есть, просто надеваю штаны, наконец-то. Короче. Шапку, по которой получать. Шапку. Да, шапку получать. Вот. Нет, но, но в больших командах или в командах, там, где, знаешь, много маленьких команд, и их всех видно, вот, как в офисе работал. Такие, честно скажу, такие есть. То есть, это не какая-то придуманная тема. Вот. Такие есть, такие, короче, чуваки, их прям, они бросаются в глаза, и они мало кому нравятся. Тут уже вот по капитализму их немножко отсеивают всё-таки. То есть, они, реально, они, может быть, держатся, как бы, на месте, на своём, за это, но с ними мало приятного работать, честно скажу. И не только мне, но и как бы все это чувствуют. Ну, понятно, конечно. Вот. Тут, кстати, ТЛДРочка в комментах. Чувак написал. Скажите, что вы делаете? Пилю дерево уже пять часов. Но почему вы не прервётесь и не заточите пилу? Вы что, слепой? Мне некогда, мне пилить надо. Там ещё Алсо есть. Ну да, там что-то, причём уже это переход на Луркмор, там, где мы уже... Интересно, Луркмор забанят сейчас или нет? Да, забанят. Да, предупреждение, вероятно. Не, у меня прям сразу не может подключиться к серверу. Ну, у тебя там всё, да. У нас в офисе дом.ру. Там, видимо, всё жёстко. Вот. У нас на проекте есть пара таких человек, но от них ничего не зависит. У вас большая команда. Сколько у вас вот так орудий? Ну, сейчас уже где-то 25, наверное, вот так. Ну, это уже серьёзно. Это серьёзно, я считаю, 25 человек. Вот. И там из-за того, что проект, он разделён на модули, причём не очень зависимые друг от друга, то как бы оно реально бесследно практически. Ну, договорились и не договорились. То есть как бы там, ну, есть люди, которые не приходят и не предупреждают о том, что там перенесены какие-то совещания или предупреждают уже, когда ты переспросил, ты уже практически надел штаны, в переговорке сидишь в зуме, а тебе говорят, да не, чувак, мы же в другом там где-то месте решили, что... В курилке, видимо, в которую я не хожу, да? Решили, что не, мы там потом, а потом ты точно уже не сможешь, потому что я тоже уже как бы в другом часовом поясе, и уже всё, и насрать тебе потом расскажут, и потом тебе уже не рассказывают просто, и всё. Ну, тоже как бы вариант, да и насрать. Ну и не надо было. Не очень-то и хотелось, да, всё равно созвон был по поводу того, как там в джире что организовывать. Это вообще самая неинтересная жизнь. Не самая интересная, да. Поэтому бывают такие люди, напишите в комментариях, если вы такой. Мы сегодня сильные комментаричи. Мы что-то какие-то... Ждём тысячу, 65 тысяч комментариев. Да, подойдём. Будем переприкреплять, если чё. Вот. Да, пишите, если у вас есть такие деловые люди. Пишите, если вы такой деловой люди. Хотя, если вы такой деловой люди, у вас нет времени, потому что дела-дела, некогда писать комментарии. В общем, мы с тобой сделали этот подкаст. Ура! Я надеюсь, что мы будем продолжать хотя бы с каким-то интервалом выпускать этот подкаст. Суровый веб, так называемый. Ну, я думаю, да. Шестой сезон не должен закончиться одним эпизодом. Это было бы плохо. Вот. Но, опять же, учитывая, что вот эта схема с офисом рабочая, вот, ну, как бы, у меня, мне норм. Ничего плохого не произошло. То есть, такого, что там сейчас, ну, я такой, блин, жопа в мыль, я из-за этого не успею там ничего по работе сделать. Не, успею, нормально. Ну, как бы, я могу себе такое позволить. Ты как? Я, ну, посмотрим. Ну, да, действительно. Пока замечательно. Да, вдруг у нас там что-то, какие-то форс-мажорные обстоятельства, но свеженьким записывать нормально. Как бы, ну, сейчас сяду, поработаю чуть подольше, но это как бы... Слушай, а я по инерции спать хочу уже. Потому что, как бы, ну, подкаст, вот это всё, и да. Я, тем более, ещё жрать хочу, когда свидос я только завтракал. Завтракал я хрен когда-то, не знаю, в 10, в 11. Да ты причём ещё и встаёшь, хрен восколько. Да, я сегодня в 7.40 встал. Да, да. То есть, я, в принципе, тоже сегодня встал, но рано. По старикам не спалось. Но просто ты-то совсем рано встаёшь. У тебя там по детям не спится. Вот, да, да. У кого-то по старикам, а у меня по детям. Вот, поэтому, да, пообедаю и буду прям готов работать, и будет всё круто. Так что, если кто-то слушает из команды, чуваки, я не подведу. Всё будет классно. Всё будет классно. Да, я тоже. Ничего не придёт мимо меня. В чире всё оформлено нормально. Так, ладно. У нас обойка есть и патроны. Я забыл, в каком порядке мы это рассматриваем. Погодите, чтобы обойку, мне надо... О, чё сделать? Открыть медиа в нашем чате в телеге. И там чёрно-белая картинка. Тут очень смешные, много фоток этого. Когда ты это скидывал? Я это вчера вечером скидывал, после этого пачку мемов скидывал, поэтому надо отмотать. Тут очень много кофе. А, во, нашёл. Значит, так, что мы видим? Ты скажешь, Илья. Ну, в смысле, первый. Ну, вообще, по традиции, всегда ты первый, а я потом домашнюю заготовочку. Хорошо, да. Здесь мы видим фотографию вот этой арки, как она называется правильно, подскажи мне. Ну, я... Мне кажется, это берлинская триумфальная арка, да. Да. Берлинская триумфальная арка, здесь видим. Скорее всего, это какие-то Volkswagen, наверное, едут туда, раз это всё-таки Берлин. Вот. Вряд ли это Ford'ы там какие-нибудь. Очень олдскульная фотография, чёрно-белая. Даже с краями здесь немножко видно, что это прям плёнка какая-то. Да, да, это цифрованная плёнка, да. Короче говоря, наш подкаст, наш подкаст, что-то бы такое придумать интересно. А вот, я нашёл наш подкаст. Наш подкаст, вот видишь, там человек стоит по правой стороне, и голосует. Вот это наш подкаст. Он как бы голосует, чтобы вот эти немецкие автомобили с нашими слушателями и зрителями остановились, приютили его, довезли, провезли через арку темок. Вот. И как бы уехали в закат. Вот у меня такая версия. Арка. Это, знаешь, арка персонажей, или как там это называется в стори-райтинге. Человек через арку проходит, чтобы там характер раскрыть, вот это всё. Слушай, прикольно. Наш подкаст — это чувак голосующий. То есть наши патроны, ты считаешь, наши зрители-слушатели на немецких автомобилях ездят уже все. Разум. У кого-то даже какой-то багажник сверху. У кого-то он везёт, да. Это мебель, тахта перевёрнутая, или... Диван. Да, или это коробка. что там немцы возят. Тебе виднее. Там уже полная сосисок. И пиво, да. Это круто было. Да, мне... Я думал, наш подкаст — это сама триумфальная арка, потому что мы триумфально в шестой сезон врываемся, вот это всё. Вот. Да, но на ней... Я вижу на ней... Это не у меня на мониторе, это на фотографии. Какая-то вот заусенка. Да, там соринки, засраски. Да это на плёнке. Наш подкаст без укоризни. На нём нет заусенок. Это только YouTube накидывает. Если вдруг какие-то есть дефекты, то это только вот YouTube, iTunes. Все виноваты, кроме нас. Сами знаете, поэтому... Разумеется. Ну, прикольно. И у меня просьба к тебе назвать патронов, потому что я на буке, и я не открыл их заранее. Назвать патронов? Конечно. Ещё раз вам напомню, чтобы получить, послушать наше прейшоу, которое, короче... Блин, это просто дополнительный целый подкаст, по сути. Вам нужно на patreon.com slash ewebdesign зайти, подписаться минимум просто за один доллар. Просто за один доллар подписаться. И всё, и всё. Открывается целый мир новый. Он заиграет красками. Вы до этого как будто жили без очков, а будете в очках жить. Да, напомним мне, мы называем всех, кто включает 5 баксов. Да, 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 сверху вниз. Итак, Тимур Икрамов. Тимур Икрамов. Ну, просто хочется поаплодировать. Первый помощник наш. Вот. Это 40-долларовый, между прочим. Он даже 41-долларовый примерно. Да, да, да. Игорь Катив Продакшн. Тоже первый помощник. 40-долларовый. Ну и Великий Макс. 40-долларовый. Тоже первый помощник. Далее Штурманы. 20-долларовый. Никита Ларк. Блин, просто всем аплодируем. Тоже стоя. Константин Гончаров. 20-долларовый. Штурман. Владимир Анохин. 20-долларовый Штурман. И Иван Мирзавцев. 20-долларовый. Молодцы, чуваки. Блин, спасибо большое, что поддерживаете. Я просто вижу на лайфтайм ваши суммы полные. И я супер балдею, конечно, с вашей поддержкой. Это вообще супер круто. Владимир Анохин, кстати, пока мы были на отдыхе, один месяц 80 занёс. Нихрена. Ну, то есть он иногда даже первый помощник. Он иногда даже, у нас 80, у нас как-то ещё тир называется. Ну вот сам, видимо, гений мира. Гений. Хорошо. Почётные космонавты. Десятибаксовые. Дмитрий Скрипкин. Константин Мудрюк. Владимир Шейн. Пётр Гульчук. Бэт Кэт. Дмитрий Казарцев. Графа Балмасов. Алекс Яценко. Ануар Балгимбаев. Юджин Скакун. Собственно, Юджин Скакун уже за 6 долларов, так что он просто космонавт. Поэтому, ну вот, до Ануара Балгимбаева все это почётные космонавты. Я тоже вижу, что на самом деле они по лайфтайму достаточно много заносят. Уже некоторые даже больше, чем какие-нибудь штурманы заносят. Поэтому тут, короче, тоже всем аплодируем. То есть не обязательно, что вы какой-нибудь, знаете, миллиардер, который может в месяц заносить по сколько-нибудь. Главное, как вы долго это делаете. Конечно. Нам вообще главное количество патронов. Согласен. Тем более нам ещё важно, важно, чтобы вы слушали наше пришоу. Нам просто интересно, как вы реагируете на наш вот это вот жизненное, на всякие истории. Там абсолютно просто вообще как-то отдалённое от веба там, от сурового веба, короче. Там просто что-то такое очень просто интересное для нас. И там просто такое более нейтральное, что такое встреча без галстуков, без купюр, без кутюр, как хотите это назвать. Короче, просто прикольная хреновина на час примерно. Ну, иногда на 40 минут. Вот. Поэтому нам интересно, чтобы вы это слушали. Поэтому 1 доллар, 5 долларов, 40 долларов, 80 долларов. Мы всем рады. Далее. Космонавты пятибаксовые. Юджин Скакун, как я и сказал. What is love? Кристина Халитова, Мила Кучер, Иван Ксоксо, Никита Гончаров, Айрон Вулф, Эдуард Мисков. Sorry, если я кого-то неправильно называю, просто многие новички, реально новички. Хотя я вижу, что я и не новичков называю, может быть, неправильно, но тем не менее. Ну, да. И все. Рома Фролов, если ты слушаешь нас, ответь мне хоть где-нибудь, какой у тебя адрес. Я не могу найти тебя нигде. Ты нигде мне не отвечаешь. Нет, видимо, много дел, нет времени. Это он из Суин? Нет, он не знаю откуда. Я не знаю откуда. Если бы я знал откуда, я бы туда уже что-то отправил. Ты просто кидаешься, когда в Швецию посылай. Вот. На деревне дедушки. Вот. Ну, короче говоря, Рома Фролов, выйди на связь. Собака в описании, в телеге. Напиши хотя бы. Или хотя бы где-нибудь ответь. Я тебе везде написал на почту, на Патреон. Ну, вот да. Хочу отправить тебе тоже что-нибудь. Как и всем остальным зайкам. Ну, ладно, спасибо, чуваки. Спасибо, что послушали. Спасибо. Подписывайтесь на то, что мы пропиарили ютубный канал Фариды Рословец. Подписывайтесь на наш какой-нибудь там Патреон, какой-нибудь там смарт-тейп. Заносите. Всё, как всегда. Много очень нашей рекламы. Очень мало новостей. Да. Всё, за что вы нас и любите. Мы вас, кстати, тоже. Поэтому шестой сезон. Ура. Мы снова в строю. 235-й выпуск подходит к концу. Увидимся плюс-минус через неделю. Давайте. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok